Давайте я кратко тогда расскажу, как у нас все это происходило. В прошлом году после второго инвестфорума в рамках этой выставки PIR мы с организаторами встретились и начали обсуждать, как изменить инвестфорум, чтобы это был не форум, а рассказывание об инвестициях в теоретических вариантах, каких-то кейсов, которые кто-то там из экспертов, одни и те же, которые приходят из года в год на выставку, типа меня, рассказывают, как все замечательно. И подумали, что давайте попробуем, это первый такой опыт, может быть он еще не успешный, но мы начали движение в эту сторону, мы решили, что мы должны объявить прием заявок инвестидей, начать с ними работать заранее и вывести в финал то количество, которое там пройдет в финал из инвестпроектов. И чтобы на периоде вот этого движения к этому конкурсу мы общались бы с инвестпроектами, давали какие-то комментарии, уточнения, ну то есть по сути помогали инвесторам, не инвесторам, а вот тем, кто ищет инвестиции, заявителям помогли правильно подавать свою информацию, указали там на сильные стороны, на слабые стороны, для того, чтобы это все можно было приходить и предлагать банкам, там другим инвесторам и так далее. С большинством удалось пообщаться онлайн, прочитали мы документы, значит сделали какие-то письменные комментарии, пообщались онлайн, с частью компании удалось даже выехать на площадки. И вот тут я честно говоря, когда мы вчетвером без ложной скромности выезжали на эти площадки, мои коллеги и я, значит, из управляющих компаний, и я очень завидовал тем, кому мы приехали. Мне хотелось быть на их месте лет 25 назад, чтобы мне также бесплатно целый день что-то рассказывали, как нужно правильно работать те люди, которые 25 лет этим занимаются, у которых есть успешный реальный проект. То есть это были все не консультанты, а реальные люди, в которых и собственный бизнес гостиничный, которым они либо управляют, либо владеют. И вот мы постепенно к сегодняшнему дню вышли на вот этот вот конкурс, на эту сессию. Надеюсь, конечно, что в следующий раз, в следующем году, когда будет проходить пир, мы все-таки будем не в третий день, а в первый. И вообще мы должны быть главнее, чем пленарная сессия, потому что это важнее, чем просто выступить и сказать, как хорошо в России или плохо развивается туризм. Мы должны увидеть реальные проекты. Не уверен, что сегодня сразу же после сессии кто-то из инвесторов, сидящих в зале, прибежит к вам, к участникам и скажет, я готов вкладываться. Но, по крайней мере, путь мы определим, покажем. Ну а сейчас, вот вчера, позавчера, там нам государство такое рассказывали, такие замечательные легенды и сказки о том, что куда ни кинь, везде деньги лежат от государства, приходи и бери. Вот, это тоже, на самом деле, ну, на самом деле, они где-то лежат, кто-то их может взять, главное первому прийти, ну и, соответственно, вот, чем лучше составлены проекты, тем проще деньги получить. Потому что я еще на днях был в корпорации Туризм РФ, да, которая активно ищет такие проекты, готова там вкладываться, входить в капитал, выделять государственные деньги. А выделяя государственные деньги, понятно, что они, все льготы, которые только существуют в государстве, вы точно получаете при этом, да, но при этом есть минус, что вы отдаете часть своей доли государству, да, в капитале. Ну, вот, когда мы с ними разговаривали, сказали, что к нам за последние, там, три месяца пришло порядка 150 проектов, из которых 130 или, там, 120 мы откинули на этапе первого прочтения документа. Даже не стали дальше смотреть, потому что это вообще ни о чем. То есть, ну, вот, им нужны, как бы, документы, которые позволяют проанализировать, сделать анализ финансовой модели и убедиться, что эта финансовая модель работает. Поэтому это вот важный момент, куда бы вы ни пошли, любой банк тоже будет на это смотреть. Причем тоже вот вчера мы обсуждали, что, как бы ни называлось проектное финансирование, приходите вы в банк, говорит, да, проектное финансирование, да, подпадаете под проект Ростуризма, и вы можете получить, попытаться получить льготную ставку кредитования, но вы должны предоставить 60% залога от вашей стоимости, которую вы просите. Я говорю, где же тут проектное финансирование? Ну, тут поднимает руку корпорация МСП, говорит, а мы даем до 50% гарантии от себя. Вот вам нужно, там, 100 миллионов или 200 или 500? Мы можем, если ваш проект подходит, сказать, 250 берет поручительство государства. У нас остается только 250, что уже гораздо проще и понятнее, где-то их можно будет, наверное, найти. Вот, соответственно, вот за это время, там, за полгода, да, наверное, в этом году мы начнем раньше, то есть как только закончится этот пир, мы начнем уже работать со следующим конкурсом, и чтобы он был уже поинтереснее, побольше и по глобальнее. Нам выделяли самый большой зал, а не малый, который сегодня выделили. Я представлю тех, кто и занимался давно, как бы, этим проектом, этими проектами и приходит к нам сегодня, как бы уже как независимой экспертизой, которые могли и не видеть эти проекты, либо видели их только в перечне. Это Вадим Прасов, управляющий партнер Альянс Отель Менеджмент, пока он в зале, потом он появится, они все на сцене. Антон Басин, основатель и генеральный директор Басин Hotel Development and Design. Басин, Басин, легко запомнить, не надо думать еще. Алексей Высоханов, генеральный директор Отелика Hotel Group. Сергей Араханов, основатель клуба инвестиционного нетворкинга Сергея Араханова, закрытого кейс-клуба инвесторов, но, по-моему, я его еще пока здесь не видел, где-то он еще пока прячется на подходе. И из тех, кто мы сегодня увидим здесь, как независимых экспертов, оценивающих проекты, это Евгения Тучкова, директора департамента консалтинга Colors. Вот она там, машет ручкой. И Мария Тагмакова, центр ГЧП Сбербанк. Вот, они здесь. Я пока специально не зову вас на сцену, потому что у нас первыми будут выступать компании, которая попросила сцену оставить свободную. Не знаю, что они будут здесь на ней делать, но мы сказали, что мы будем мешать. Да, ну и я представлюсь, Алексей Мусакин, управляющий партнер Chrono Hospitality Group. Соответственно, тоже вот член этой четверки большой. Да, спасибо, Вадим. Я вот знал, смотрел на тебя, знал, что ты первый зааплодируешь. Уже приятно, да. Итак, коллеги, тогда называть, наверное, все я сейчас не буду участников, будем по очереди, да, каждого вызывать. Поэтому давайте первый у нас проект от LZV, Игорь Ткаченко, Константин Пушин. И, видимо, целая команда, учитывая, что у них там целое представление. Прошу тогда, начинаем, коллеги. Что, Риханова не будем? Ну ты что, я что-то не понял, почему ты опять не отправил презентацию, а? Ну сколько можно тебе говорить? Мы с тобой договорились об этом еще неделю назад. Ты должен был это сделать. У тебя были все достаточные для этого сроки. Да мне не важны твои проблемы. Чего ты мне рассказываешь про свои проблемы? Я уже это всю неделю слушаю. Сколько можно? Так, слушай меня сюда. Звони клиенту, говори, что через пять минут у него будет презентация на почте. Все, отбой. Сколько можно? Постоянные задачи. Проблемы какие-то вечные. Столько всего в голове. Ладно. Сейчас. Все сделаем. Да, алло. Да какие, какое обучение? Ты же достал свое обучение. Уже маркетинг, продажи. Сколько можно? Уже все это прошли миллион раз. Команда образования твое это. Да не хочу я уже никуда ехать. Все, эти проблемы мне надоели уже все. Ты вообще время видел сколько? Давай, завтра перезвони. Все, пока. Да что ж, что из рук-то валится. Как же я устал-то, а? Постоянно эти мысли в голове, столько задач каких-то непонятных. Как хочется отдохнуть хотя бы денек. Алло, да. Алло, Игорь, открой, я у двери. Да, заходи, заходи, там открыто. Блин, забыл, что он? Здорово! Здорово, здорово, дружище. Здорово, садись. Ты куда пропал? Мы три месяца с тобой не можем связаться. Ты ни в баню не ходишь, никуда с нами вообще не ходишь. Что с тобой происходит-то? Да, слушай, проекты, проекты, все задачи, что-то столько всего навалилось, прям вообще не до этого. Ты смотри, на что похож ты вообще? Ты почему не отдыхаешь? Ты вообще очень давно, видно, не отдыхал. Все в своей работе. Короче, смотри, я понял, в чем проблема. Смотри, я тут съездил в один отель для предпринимателей. Ты не ослышался, для предпринимателей. Мне его тоже посоветовали. Смотри, какое крутое место. Здесь и сосны, здесь и вода. Это Истринское водохранилище, сам понимаешь, это чистота. И там очень крутая архитектура, зеркальная. Ты видел когда-нибудь зеркальную архитектуру? Нет, первый раз слышу, что это. Это дома, как будто бы их не видно. Они отражают полностью вокруг окружение деревьев. Поэтому это очень классно, помимо того, что это природа. И вообще там, почему для предпринимателей, я вообще загружен был очень сильно. И мне посоветовали туда съездить. Я за три дня просто и медитацию прошел, и в бане попарился. И вообще мне психотерапевтические группы посетил. Я потом приехал после этого отеля, как новенький. На работе все дела пошли в гору. Поэтому, Игорь, давай я тебе рекомендую просто 21-го числа, 21-го октября поехать в этот отель. Нет, подожди, 21-го у меня приемка моих проектов. Я не могу, у меня подрядчики все приходят. Ну, это финальная дата. Нет, я не могу 21-го. Так а сколько ты сдаешь эти проекты-то уже свои? Полгода сдаю. Ну, еще полгода будешь сдавать. Ты отдохнешь реально, вместе поедем, ты отдохнешь, потом за месяц все свои проекты сделаешь сразу. Поэтому давай, решайся, поехали. Ну, подожди, стой. А жена, дети, куда я их-то дену? Они не так мне каждый вечер говорят, что меня не видят. Я вечно на работе, никогда дома не появляюсь, куда мне их оставлять? Да это не проблема, все там предусмотрено. Ребенка в 8 утра увел на мастер-классы, там занимаются им, приглядывают с ними, ходят. И вечером просто возьмешь ребенка, уже уставшего от этих мероприятий, его. Поэтому, а жена, ну, жена в баню пойдет, спа, там есть где гулять, там с воздухом дышать. Там прекрасный кафе, ресторан, можно покататься на САПе. Поэтому давай, решайся, а на САПе уже в октябре не ездят, решайся. Ладно, да, надо отдохнуть, хорошо. Ладно, я уговорю всех, поехали. Отлично, классно. Этой импровизацией мы показали о проблеме, которая стоит перед предпринимателем. Он постоянно в делах, постоянно загружен, постоянно не может найти время для себя. И таких мест, то есть сделать паузу невозможно в обычной обстановке. Поэтому, когда он находится не в ресурсе, то, соответственно, не в ресурсе находится все его окружение. И хочется еще отметить, что в этом году в Форбсе международном была статья по поводу того, что компании теряют больше 570 миллиардов долларов на том, что их руководство и ключевые сотрудники находятся не в ресурсе, загружены. И им требуются какие-то перезагрузки для того, чтобы найти силы на новые свершения, на реализацию новых проектов. Поэтому наша идея с Игорем состоит в том, чтобы создать такое место, где бы предприниматель мог проходить программы перезагрузки, реабилитации. Поэтому мы очень хотим создать это место. Да, я, собственно, с вашего позволения перейду к конкретным цифрам. А где кликер можно взять? Ага, спасибо. Ну, еще раз повторю про нашу целевую аудиторию. Да, мы видим, что это активные предприниматели топ-менеджмент крупных компаний, 35-45 лет, как мужчины, так и женщины, с доходом от 500 тысяч рублей. Они заинтересованы заботой о здоровье, самопознанием, управлением внутренней энергией. У них в голове бесконечные мысли о работе, о бизнесе, проектах, задачах. И они ужасно устают. Все тренинги, которые сейчас проходят, им безумно надоели. И у них есть желание почувствовать себя, почувствовать, что происходит у них внутри. По-настоящему в округу комфортной атмосфере таких же единомышленников, как и они. Мы предполагаем, что в нашем отеле будут различные программы, такие, как, например, дадут бы ответы на вопросы, такие, как, как мне научиться правильно спать, чтобы чувствовать энергию и силы, как мне восстановиться при помощи дыхательных упражнений, практик, как мне правильно медитировать, энергопрактикой заниматься. И, мало того, мы видим, что планируем такие программы, которые связаны с тем, что, например, у предпринимателей или у владельцев бизнесов есть различные конфликты, проблемы, связанные с юридическими вопросами, может быть, страхи потери бизнеса. И им требуется перезагрузиться, какие-то психотерапевтические процедуры пройти. Либо у них происходят конфликты между собственниками, которые тоже необходимо разрулить. Соответственно, такого рода программы мы планируем внедрять у нас в отеле. Ну и, конечно же, стандартные все вещи для загородных отелей. Это и бейки, сапы, серфы летом, и посиделки у костра, и медитации, и бег. И зимой нам тоже не до скуки. Мы катаемся на лыжах, квадроциклы, зимняя рыбалка, керлинг, банные процедуры. Немножко расскажем об архитектурной концепции отеля. Константин, пожалуйста. Архитектурная концепция отеля, как мы уже сказали, мы сделали упор на какую-то необычность. Необычность состоит в том, что мы используем очень много зеркал в фасадах. Тем самым мы пытаемся подчеркнуть, что мы максимально внедрены в природу и ее отражаем. Мы находимся недалеко. Это час езды от МКАДа. Это небольшое совершенно расстояние. В чистейшем месте это Истринское водохранилище. На генеральном плане вы можете увидеть расположение всех инфраструктурных объектов, такие как стафхаус, парковка, спортивная площадка, площадка для воркаута. Ресторанная зона находится на берегу. Там же есть бар при бассейне, выдача инвентаря. Собственно, сам бассейн, пляжик с навезенным песком красивым. Возможно, даже вот прям таким, как вы видите. Четыре бани, из которых можно прям нырнуть в Истринское водохранилище. Ну и… Пять минут. Ну и, соответственно, три вида домов. Это 70 квадратов, 42 квадратов, 27 квадратов. Вот вы видите визуализации, как это все выглядит красиво. Это здание ресторана, потрясающее, с панорамным видом. Это лобные места, таких у нас три, где можно посидеть с командой и либо устроить какой-то mindfulness, либо мозговой штурм. Вот бани. Это зона ресепшн. Это став хаус. Вот это партнерская программа, апартамент 27 квадратов. Вы можете их вот здесь вот увидеть. Это так называемые неотипы, очень пользуются популярностью. Это дом 42 квадрата для трех человек, то есть для пары, плюс, например, ребенок. Вот так выглядит прекрасная планировка этого 42 квадратных апартаментов. То есть есть большая кровать, большая ванная, диван с панорамным остеклением и террасой. Эстетику интерьера мы создали такую отличную от всего, что можем найти в окружении в Подмосковье. Ну и, собственно, мы строим современное место, супер-ультра-современное место. Вот так выглядит двойной дом, то есть там для двух семей. Ну и прекрасные, невероятные восходы и закаты. Берег Истринского водохранилища прекрасен. Ну и хочется, на самом деле, коллеге, сказать о том, что когда приезжаешь на это место, вот, знаете, прям вот стоишь на земле и прям вот чувствуешь всю эту энергетику, которая в тебя приходит для того, чтобы реализовать новые задачи, проекты. И это прям безумно заряжает. Ну а теперь позвольте перейти о конкретных цифрах, которые нам нужны для того, чтобы это реализовать. Первое, что это 500 миллионов требуется вложить средств в то, что реализовать этот отель. Для этого мы предлагаем инвестору 90% доли в отеле и со сроком окупаемости 9 лет. В нашей финансовой модели мы закладываем, что у нас будет происходить определенная раскрутка отеля, что в первый год это будет 50% раскрутки, во второй год 80% и уже на третий год только 100% раскрутки. Также мы предполагаем, что инвестор может выйти из проекта на четвертый год, таким образом увеличив в два раза свои инвестиции с рентабельностью 24,8%. В основании нашей доли 10% заключается в том, что если инвестор привлечет генерального подрядчика на эти работы, то генеральный подрядчик от 15-20% заберет себе, что составит более 82 миллионов рублей. В свою очередь мы предлагаем 10%, что это будет наша доля, которая составляет 44 миллиона от вложений. Но, соответственно, косвенные наши затраты, косвенные наши вложения за счет того, что все работы будут сделаны по себестоимости без наценки генерального подрядчика, составляют 82 миллиона рублей. Показатели отеля, на которые мы ориентируемся. Значит, это 18,5 тысяч рублей за ночь за дом, ну, в данном случае, например, за вот этот зеркальный домик, со средней загрузкой отеля 59%. Выручка предполагаемая 431 миллион рублей, с EBITO 161 с рентабельностью 37%. Мы провели достаточно подробный 6-месячный анализ конкурентов. Ну, во-первых, хочется сказать, что текущее количество запросов на проживание в загородном отеле выросло на 73%. И по одному из запросов, это аренда коттеджей в Подмосковье, мы видим, что даже постковидные времена, и уже немножко люди успокоились, все равно загрузка продолжает, остается высокой, даже относительно 2019 года. Мы провели огромный конкурентный анализ, посмотрели всех конкурентов на Истринское водохранилище, а также других конкурентов по разным направлениям Московской области. По оси Х мы видим расстояние от Москвы, соответственно, мы одни из самых близких относительно Москвы. И по оси Y мы видим качество, которое мы оценивали у наших конкурентов и сравнивали с нами. Размер кружка означает стоимость проживания в отеле, в апартаментах с кожевого формата. Поэтому у нас заложен достаточно консервативный сценарий. В презентации вы сможете потом ознакомиться со всеми примерами тех отелей, которые мы анализировали, и увидите все конкретные цифры. Пару слов, буквально два слайда. Осталось дополнительной информации о проекте. Константину передам слово. Очень большая задача и очень большая работа была проделана по выбору материалов для строительства наших апартаментов и инфраструктуры в целом. Поэтому мы изыскали материал, который называется арболит. Это очень хороший материал и по теплу, и шуму характеристикам. Соответственно, это быстрый срок монтажа, это жизненный цикл объекта. Объект мы рассчитываем более чем 30, а то и 50 и более лет рассчитывать. Соответственно, и скорость монтажа. Эти факторы мы учитывали при выборе материалов. И мы нашли наиболее подходящий материал. То есть в целом мы от начала инвестиций до перерезания ленточки планируем затратить 12 месяцев. Есть также панорамное остекление, вот вообще зеркало. Это тоже большая работа была сделана, потому что мы делали образцы, смотрели, как это будет выглядеть, для того, чтобы окна не замерзали, чтобы было тепло. И также панорамное остекление мы делали, разрабатывали совместно с компанией Берко. Такие угловые решения, зуб-зуб, стык, для того, чтобы этот угол тоже не промерзал. Но при этом был эффект висящего парящего окна, что давало большой панорамный взгляд на природу вокруг проживающего в доме. Пришло время представиться и рассказать про себя. Я Константин Пушин, строитель 15 лет строительства. Хоть и закончил техническое образование в области ракетостроения, но Роскосмос потерял большого специалиста. Но девелоперские проекты будут на высоте. Меня зовут Игорь. Очень приятно. У меня два высших образования. Более 15 лет опыта помощи собственникам, акционерам, советам директоров в построении эффективности процессов, управления рисками внутреннего контроля. Ну и еще немножко актерского мастерства. Буквально тут пару недель назад было. Большое спасибо. Хотим сказать нашим экспертам, это кураторы Академии инвесторов, это Антон Басин, Алексей Мусакин, Алексей Мусаканов, Вадим Прасов. Их вклад в наш проект, он просто недооценим. Это большие эксперты. И мы узнали очень много и учли их рекомендации в полном объеме. Ну, готовы ответить на ваши вопросы. Единственное, мы вот ботиночки сейчас оденем. Пока можно включить ролик. Спасибо. Я прям боюсь подниматься на сцену. Видимо, тоже надо снимать будет ботинки теперь. И всем остальным экспертам тоже, судя по всему. Ну, договоримся, наверное, с организаторами, чтобы они потом пропылесосят. Давайте до того, как начнем задавать вопросы, я прошу тогда экспертов уже всех наших и существенных участников жюри подняться на сцену. Уже выйти из тени. Представители колерс и банка, Сбербанка, тоже поднимайте. Тоже сразу на сцену, чтобы мы все здесь с вами сидели. Спасибо. Не знаю, как насчет вопросов сейчас по инвестициям и самих инвесторов, но вот я уже видел, что спрятавшись за черной маской, Мурманская область активно фотографировала в лице руководителя комитета по туризму Мурманская область. Так что, возможно, у вас появится франшиза уже. То есть вот там человек сидит, он уже явно заинтересовался. Кстати, можно продать франшизу до того, как откроете свой первый объект и уже начнете зарабатывать деньги. Ну и последнее, что хотел сказать, может быть, ты и так раз хотел сказать, что поскольку мы неоценимый вклад внесли, то 5-7-10% мы должны же получить в конце концов. Но там финмодели это пока не заложено. Нет, я просто хотел сказать, что у меня какая-то профдеформация, я понимаю, что сейчас мы тоже должны продолжать в сценке в лицах как-то. Да, да. Ну это нам-то не... Пытаюсь сдержать себя. Не снимай ботинки пока, да. Сиди просто спокойно. Так, коллеги, сначала вопросы, если из зала есть, от кого угодно, давайте попробуем с них, потом мы зададим свои вопросы. Расшевеливайтесь, расшевеливайтесь. Вот Александр, может, вы тогда? Сейчас я микрофон... А можно попросить микрофончик дать вот сюда, если можно? Нет у нас микрофона? Сейчас мы от кого-нибудь отберем. Руки пособные. Спасибо большое за презентацию, себя увидел. Сегодня только искал этот отель в Букинге, не нашел утром. Вопрос, почему Истра? Ответь. Просто спрашиваю из Мурманской области. Да, да, да. Почему Истра? Потому что... Про все наши мысли вообще. Потому что, во-первых, это недалеко, во-вторых, это самое чистое водохранилище, которое есть в Подмосковье. И важно, важно иметь очень близкое расположение, потому что многие бизнесмены, предприниматели, у них, ну, они не могут оторваться и выйти, потратить там 30 минут куда-то ехать, а что говорить час. Вот видите, все-таки предприниматели только в Москве. Во всех остальных местах не предприниматели, поэтому только от Москвы мы считаем. Ну, на самом деле, я думаю, что просто поскольку у нас же было обязательное условие выхода к нам на конкурс, это наличие уже земельного участка, как минимум. И, соответственно, ребята, ну, поскольку они москвичи, понятно, ребята, они выбрали ближайший к себе. Но если ты Александром предложишь на льготных условиях участок под Мурманском и обеспечившим вот такой же EBITDA, то они с удовольствием, я думаю, придут оттуда. Конечно. Ну, на самом деле, у нас еще есть много разных мечт и достаточно количество партнеров по регионам России, которые тоже заинтересованы во всей этой истории. Но пока мы решили сконцентрироваться на Москве как мегаполисе, как самом большом рынке предпринимателей и руководителей, которые, конечно же, сконцентрированы в основном пока здесь. Да, пожалуйста. Да, здравствуйте. Кондрашин Александр, руководитель агентства по привлечению инститций Якутии. Я, наверное, все-таки как москвич в своем прошлом, недавнем, да, спрошу. Я несколько раз со своей, ну сейчас уже бывшей женой и сыном ездили мы в лес арт-резорт. И у таких объектов выходного дня бывает обычно такой минус, что там есть город в городе, и ты внутри него находишься, и ты больше никуда не можешь попасть. И он в этом смысле может быть слабее, чем те объекты, которые опираются на какой-то кластер, на какие-то другие сопредельные, близкие смежные развлечения. Например, в той же Калужской области, моей родной, недалеко от таких объектов выходного дня, есть, например, парк Воробьи, аркстояние, этномир и другие мощные точки притяжения. У вас написано, на самом деле, что это 35-45 платежеспособные мужчины, но при этом, на самом деле, вы, ну, также подчеркнули в своем питче, что это семейная тема, что это семейный досуг, и там есть чем детей занять. Вот детей занять, как бы, получается, что у вас все есть, но вы, получается, слабее, потому что вам детей можно занять только игровой на своем объекте. Вот хотелось бы спросить, в чем ваше ценностное предложение именно для семей состоит, или семьи это все-таки не то, и вам нужен вот именно mindfulness для предпринимателей? Давайте я попробую сформулировать, ответить. Значит, основная, конечно, цель – это mindfulness для предпринимателей, но при этом мы понимаем, что 35-45 лет – это женаты с детьми, и мы не можем никуда деть их жизнь, да, их часть жизни. Поэтому мы, в дополнение к нашему формату, делаем им удобные места, где они могут привезти своего ребенка, оставить туда и позаниматься своими делами, то есть также отдохнуть. В том числе мы рассматриваем такой сценарий, когда предприниматель садится на вечером у костра и обсуждает какие-то дела. Жена уложила ребенка из своего номера, она пришла к своему предпринимателю, они обнялись, он продолжает быть в ресурсе, и она тоже погружается в его интересы, и это формирует семейные отношения. То есть это, ну, еще лучше даже. Но с точки зрения развлечения детей, мы понимаем, что это недалеко от Москвы, и если надо куда-то отъехать, в какой-то парк или в какую-то зону, 30 минут и ты уже можешь в Подмосковье где-то вокруг Истры это найти, либо там час-полтора ты приезжаешь в Москву, проводишь время там в торговом центре, если тебе это нужно, и решаешь эту задачу. Мы не находимся где-то очень далеко. Но вообще территория вокруг, вообще в Московской области развивается, и вот, например, в 10 минутах от нашего места находится большой конный комплекс, где можно, в принципе, на лошадях покататься или, ну, получить другие какие-то услуги. Вот. Поэтому и таких, это один из примеров, таких комплексов, я думаю, что будет разрастаться и далее. Да, Антон, пожалуйста. Раз-раз. Я в защиту хочу вот что сказать, друзья. Я сделал для детей, для семейных отелей довольно много. Вот. И видел довольно много отелей, которые говорят, что они работают для всех. И для такой целевой аудитории, и для спортсменов, и для семей, и для Чайл-при. Всегда идея, особенно на небольшом, а это не очень большой участок, идея на чем-то сосредоточиться, выбрать себе аудиторию, она всегда срабатывает. Потому что это является, это и будет, я думаю, основным конкурентным преимуществом проекта, в том, что те люди, ну, не факт, что предприниматели, мы об этом говорили, все, кто вот так вот ощущает, и все, кто хочет приехать и выдохнуть, и они будут знать, что там будет какая-то минимальная инфраструктура для детей, но там нет цели сделать детский отдых, да, и если ты хочешь отдохнуть в тишине, когда рядом дети не кричат, то это будет такое место, которое, наверное, сейчас немного. Я сам всегда каждому заказчику говорю, если не знаешь, на какую аудиторию рассчитывать, сделай для семей. Это универсально, у нас денег не экономят, да, на этом можно больше всего заработать. Может быть, на моем участии сейчас отели, где, ну, по сути, child free, да, для взрослой аудитории, их немного, вот, поэтому, когда ты рассчитываешь на узкую аудиторию, а всем остальным говоришь, хочешь, приезжай, ну, хочешь вот такую, это всегда хорошо, специализация, это всегда хорошо. Главное не ошибиться с аудиторией, чтобы она была, не была очень узкой, да, там есть сейчас отели, которые, мы только для йог, ну, очень мало таких. Спасибо, Антон. Спасибо, Антон. Я понимаю, что ты уже свои 5-7 процентов получил, судя по поддержке проекта, но мы его все поддерживаем. Сейчас, Вадим, я тебе дам слово, просто хотел сначала дать, если есть что сказать нашим замечательным дамам, да, которые видят этот проект первый раз, кто-то из вас, если готов что-то там задать вопрос или сказать, там у вас микрофончик вроде лежит. А потом уже, Вадим, обязательно тебе слово передам. Раз, раз. Кто еще претендует на долю, да? Да, да, да. Ну, конечно, всем хочется. Коллеги, добрый день. Я представляю компанию консультантов по недвижимости Колерс, международная компания, супер глобальная, более 100 стран, более нескольких тысяч офисов. У меня первый вопрос. У вас очень красивая концепция, очень приятная подача с точки зрения картинки, но сразу возникает, когда вы рассказываете о наполнении, об образовании, о комьюнити, вы прорабатывали эту историю с точки зрения штата, специалистов? Вот как вы собираетесь поддерживать их, как вы собираетесь удерживать этих специалистов? Потому что, как я услышал, у вас основной напор именно на предпринимательство, на образование, на релакс. А это очень такая серьезная история, которая, наверное, так же важна, как и инвестиционная картинка. Расскажите поподробнее. Давайте я расскажу. Слушайте, про комьюнити. Ну, на самом деле, начнем с того, что вообще отель родился с комьюнити. Сначала пришла мысль о комьюнити, а потом уже пришла мысль о том, что надо сделать место для комьюнити. Поэтому в течение года подготовки этого проекта мы постоянно занимаемся тем, что прорабатываем тему комьюнити. Мы участвуем в различных тренингах, курсах, общаемся с людьми, которые формируют комьюнити. Игорь, уточняющий вопрос, я хочу помочь. Вопрос был не в том, как вы что-то прорабатываете. Я не говорю, но управление. Кто будет управлять, как будет управлять, где эти специалисты, как вы будете их привлекать, как вы будете их удерживать. Да. То есть мы понимаем, как это должно происходить. В нашей финансовой модели заложены определенные административные ставки. Ну, как тот человек, который занимается программами. То есть он организует все процессы. Но сами программы, они будут исходить от внешних экспертов. Это не у нас внутри люди, потому что мы не соберем таких крутых людей на одном месте. Такого не бывает. Они в любом случае то сегодня здесь, завтра там и так далее. Это первое. То есть у вас площадка, да, просто? Ну, как бы грубо говоря, площадка, да. И еще мы хотим добавить, что мы сейчас в финансовой модели заложена проработка мобильного приложения типа Тиндера. Что ты приезжаешь в отель, ты сам можешь там зарегистрироваться, можешь не регистрироваться. И ты видишь, кто в этом отеле проходил, ну там, проживал, кто в этом отеле проводил какие-то тренинги, какие программы сейчас происходят. Либо какие, например, встречи, то есть как в переговорку забронировал, да, и написал. Сейчас мы обсуждаем выход на международный рынок для там IT-проекта. Кто хочет, присоединяйтесь. Все приходят на лобное место, обсуждают именно эту тематику в этот конкретный час, кто хочет. Причем он может понять о том, что он будет заранее, то есть за неделю, например, или за две. Вот таким образом мы хотим сформировать именно это комьюнити. И по экспертам мы тоже будем проводить очень подробные программы. И у нас будет человек, который будет заниматься координацией этих процессов. Он заложен в Минмодель. Спасибо большое. Еще у меня такой вопрос, но чисто обывательский. У вас заложено такое красивое решение, как зеркальные юрты. А вы прорабатывали, сколько вы будете тратить времени и сил на то, чтобы их мыть? Ну, на самом деле мы для того, чтобы вообще посмотреть опыт и мировой, и наше использование вот таких вот поверхностей, как зеркальная поверхность, мы, конечно же, нашли в России, есть в Архизе, стоят два стеклянных дома. Это Баус Про проект. И мы приехали специально, это в декабре было, и пожили, и познакомились, кто их создал, и пообщались по эксплуатации, как они это эксплуатируют. И они, на самом деле, находятся около дороги, но при этом они моют их два раза в год. Есть специальная химия, конкретно, если говорить немецкая, которая позволяет, ну, как нано-напыление, которая позволяет не задерживаться пыли, если идет какой-то дождь, ну, там, с той же пыльцой отсосен, да, то есть он все не задерживается. У вас об Сбербанке будет какой-то комментарий или потом? Коллеги, на самом деле, во-первых, спасибо, что позвали. Мария Токмакова, центр ГЧП Сбербанк. Проект интересный, картинки, виды действительно впечатляют. Но раз мы о финансах, я просто буквально краткий комментарий. Обратила внимание, что все-таки проект нацелен на какую-то конкретную аудиторию целевую. И вот если с точки зрения финансирующей организации рассуждать, первое, на что, естественно, смотрит банк, возврат и банк, ну, и возврат инвестиций с пустой стороны. А проводилось ли какое-то исследование с точки зрения вот загрузки, в том числе и в первый год эксплуатации, вот что-то в этом роде делалось или нет? Смотрите, значит, как я говорил, что мы 6 месяцев занимаемся исследованием различных вопросов, связанных с этим отелем. В том числе у нас было проведено около 30-40 встреч с предпринимательским сообществом. Это как сами предприниматели, так и владельцы клубов предпринимательских. И всех у них очень позитивные отзывы. Мало того, программы, которую мы формировали, мы формировали под них, под их запросы. Они нам говорили, нам это нравится, это не нравится. Мы хотим жить в таком формате, мы их и не хотим. Девочки говорили, нам все равно, сколько там будет квадратных метров, главное, чтобы красиво. Мальчики говорили, нет, мне нужно, чтобы спальня была здесь, а на диване я мог посидеть спокойно и отдохнуть. То есть мы проработали очень сильно этот вопрос. Но при этом, если говоря вопросами рисков, мы понимаем, что теоретически эта модель может не пойти. Этот формат, он на самом деле вполне трансформируется в любой другой. Если он не пойдет, то, как говорил Антон, семейный формат, который всегда заходит, вполне тут реализуем. Спасибо. 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 Но я, честно говоря, ждал от женской части нашего жюри еще один вопрос. Если бы мы были с вами не в России, а во Франции, в Америке, вас бы сейчас закидали уже гнилыми помидорами, потому что все это время мы говорим о предпринимателях мужского рода, у которых еще на всякий случай есть жена и дети. Они наоборот, как бы выстраиваются так. Только сейчас вы сказали, что у девочек вы тоже спрашивали, что им нужно, какие домики. Ну, хорошо. Вопросы еще какие-то есть в зале? Да, Вадим, я обещал тебе дать слово обязательно. Да, но на самом деле, если так посмотреть на концепцию и на аудиторию, то у ребят изначально была версия, что это будет только для предпринимателей, и не обсуждались там ни жены, ни дети. Это как раз родилось в дискуссии. И как раз мы обсуждали, что жесткость целевой аудитории, что мы нацелены только на предпринимателей, на самом деле может привести и к более фееричному результату. Но просто первое, это большая дистанция, второе, это большее вложение в маркетинг, потому что ты накапливаешь эту целевую аудиторию. При этом, как только твой проект становится условно мегапопулярным, у тебя появляются условно копии, плохие, хорошие. А поскольку в этой нише сложно, на самом деле, удержать продукт, вот это как раз некий риск. Если при этом ты делаешь послабление на то, что у тебя при этом могут быть и жены, и дети, то же обсуждалось там, и дался он ли, например, то есть тоже как вариант. А сейчас это такой немножко миксовый формат. В этом есть и сильные стороны, и слабые, но, на мой взгляд, он сейчас гораздо более много аудитория. Спасибо, коллеги, наверное, будем двигаться дальше, потому что мы уложились в бюджет, в бюджет времени, да, я всегда говорю про бюджет, независимо от чего, время, мы с ресурсами. В бюджет тоже уложимся. Да, это тоже уложимся, отлично. Спасибо большое, коллеги, пока идите в зал, если у нас там консующие поедки какие-то вопросы, мы обязательно как бы к вам вернемся. Тапочки не забудьте свои тоже так, а то я их заберу случайно. Спасибо большое. Так, двигаемся тогда плотненько дальше, следующий у нас проект. Следующий проект это отель-спутник музея-заповедника Полотняный завод Калужская область. Спикер Анатолий Секерин, руководитель проекта литературные отели. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Искренне большое спасибо предыдущим ораторам. Зарядили эмоциями, думаю, что мне полегче будет. У меня как у руководителя этого проекта запросы поскромнее. Речь идет об отеле, который уже существует. И речь идет о его развитии. Отель в уникальном месте. И отель с достаточно интересными условиями существования. Он построен, в первую очередь, которую вы видите, первый корпус, построен в соответствии с концессионным соглашением, которое мы подписали с администрацией Калужской области в 2012 году. Это был первый в России случай, когда в концессию был взят объект культурного наследия. И мы вечером будем говорить это на форуме регионов об этом. Он расположен в музее-усадьбе Гончаровых. Это филиал областного краеведческого музея. И стилизован под гостевой дом 18 века. Вы видите первую очередь. Надо отметить, что мне доводится быть руководителем еще одного проекта. И это второй отель, который является отелем-спутником музеев-заповедников. Первый – это тоже Пушкинский музей-заповедник в Псковской области. Музей-заповедник номер один, где Пушкин и похоронен. Где это находится? Это 180 километров от Москвы. Вот эта карта, снятая в 8 утра, 2 часа ходу. Сегодня это в основном туристы выходного дня. Задача, которую нам поставил и музей-заповедник, и администрация области, когда приглашали нас, чтобы здесь была Москва и на выходной день, и на буднях. Есть ли гости? Есть ли туристический поток? Да, он есть. И вот по 2021 год, хотя он не закончился, это реальные цифры. По 2020 точно. Это не наше наблюдение. Это справка, запрошенная в Комитете по культуре области. И, соответственно, готовил ее музей. И задача у музея выйти на полочку до 2023 года, до 120 тысяч. Мы считаем, что когда мы пришли в это место в 2013 году, после подписания соглашения, и построили сначала кафе, потом отель, то мы достаточно сильный вектор задали по увеличению потока. То есть с 35 у музея поток за 7 лет вырос до 100 с лишним. Что же это будет, если говорить о генеральном плане? Значит, это только территория, где расположены сами объекты. Сам же музей представляет собой, музей-заповедник, представляет собой не только главную усадьбу, но и парк. Примерно 30 гектаров. И еще сегодня говорится еще о 20 гектарах. То есть это серьезная такая релакс-территория. Если мы говорим об объектах. Вот справа вы видите светлую крышу. Это как раз музей-усадьба Гончаровых. Надо сказать, что это не поместная усадьба, к которой мы привыкли в России. Это промышленная усадьба. Это дом, где промышленник Афанасий Гончаров, прапрадед Натальи Николаевны Гончаровой Пушкиной, получил задание от Петра Первого построить полотняную фабрику, парусиновую фабрику, а потом уже и бумажную. Рядом слева вы видите корпус, который называется дом Конюха. Это объект, который мы взяли в аренду и сделали там кафе. Это был первый объект. Следующий, каретный сарай. Это как раз тот первый корпус, который мы построили. И с губернатором перерезали ленточку в декабре 2015 года. И вот красным обозначено то, что мы хотим построить как вторую очередь и даже обязаны построить в соответствии с данным концессионным соглашением. Есть куда развиваться. Вот такой пунктирный прямоугольник. Это тоже бывшая территория усадьбы. Она сегодня в частной застройке, но это та территория, на которую мы тоже нацелены. Оранжевая тонкая линия показана земля, которая у нас в аренде на 49 лет на срок действия концессионного соглашения. Что же мы хотим сделать? Мы хотим сделать из картинки внизу картинку вверху. Вот такой объект, там где показано красненьким, пунктирным, мы получили в 2012 году. Сейчас уже снесено. И когда в 2012 году еще было желание реконструировать его, то когда пришли проектировщики, сказали нет, только в воссоздание. Поэтому мы снесли полностью в соответствии с законодательством. И планируем построить вот такой корпус в строгом соответствии с обмерами того объекта, который и был. Очень строгий надзор, так как это объект культурного наследия, тем более федерального значения, очень строгий надзор комитета по охране памятников и общественников. Поэтому любые отклонения вправо-влево сразу вызывают критику. И мы это сделаем. На сегодняшний день рабочий проект прошел предварительную экспертизу в главгосэкспертизе. И мы сейчас запускаем уже после всяких замечаний и устранения проект. И надеюсь, к новому году мы уже получим полностью экспертизу. Выйти на стройку мы собираемся в январе 2022 года. Стиль фотографии в сериальные. Это первого корпуса. Мы сразу предложили музею, и он, конечно, с радостью согласился, что отель является продолжением музейного пространства. Что гость, приезжающий, останавливающийся в отеле, неважно, в банкетном зале, в конференц-зале, в комнате, он должен почувствовать, понятно, что это все новодел, но он должен почувствовать себя гостем 18 века. По выручке. На сегодняшний день по 2021 год мы уверены в этих цифрах, потому что они у нас реальные. И они отражают структуру доходов от 2020 года. В основном это кафе, потому что всего 11 номеров первого корпуса. Когда мы построим и наполним его полностью, 24-й год мы планируем, естественно, самый большой доход будет давать отель. Почему мы уверены в такой выручке? У нас есть опыт уже действующего отеля в полотняном заводе. Мы видим все целевые аудитории. И у нас есть точно такой же опыт с 2008 года в музее-заповеднике Михайловское. Все наши модели достаточно консервативные, я имею в виду финансовые. Поэтому мы реально видим выручку 80 тысяч уже с 1926 года. И это консервативная модель. Мы утверждаем, что за нами Москва. Если мы говорим о том, что в туристическом потоке, у нас на сегодняшний день достаточно много территорий присутствует, но все равно Центральный Федеральный Укруг занимает главное место, то с введением большого корпуса, о чем у нас просят турагенты, у нас примерно 80-75-80% будет только Москва. Поэтому за нами Москва. С точки зрения бюджета проекта. На сегодняшний день вложено, уже оторвано от 7-65 миллионов. Нам нужно еще 140. Как раз на достройку этого корпуса. Все проектные работы практически уже сделаны и оплачены. По структуре инвестиций мы тоже понимаем. Есть предварительные договоренности с компанией, которая будет это дело строить. И надо сказать, что она должна обладать реставрационной лицензией. Естественно, мы нашли и даже воспитали эту компанию. Значит, нам бюджет понятен. Анатолий, три минутки осталось. А мне одну надо. По ожиданиям инвестора. Значит, с 22 года по 29 представили циферки. За два года мы должны инвестировать 140 миллионов примерно по такому графику. 22 и 23. И пока не введен корпус, наша прибыль, она реальная. Она будет 7 миллионов рублей. С введением второго корпуса она должна дорасти до 28, то и до 30. Окупаемость всего объекта в данном случае – это 8 лет. И это не, опять же, некая консервативная модель. Кто заинтересуется, готовы показать дальше. Что мы предлагаем? Либо… Несколько вариантов. Либо приобретение 30% долей, а остальное мы доберем кредитами или займами. Второе – приобретение 70% долей, что соответствует, по сути дела, достройке корпуса. Кредит или заем компании на 8 лет с льготным периодом на период стройки. У нас уже есть сегодня предложение Сбербанка. Оно мне не нравится, но оно у меня запасное. И опция 4 – это смешанный вариант 1 и 3. Либо приобретение 30% и остальное – займ. Поэтому милости просим. Спасибо большое. У меня сначала вопрос к Марии. Мария, вот там есть третий вариант – это возможность получения кредита. Я понимаю, что слишком мало информации, коротко 5 минут. Но в принципе, с таким проектом, может быть, доработанным, представленным в виде финмоделей, с NPV, вообще имеет смысл обращаться в Сбербанк? Нам только что сказали, что Сбербанк уже дал предложение, которое, видимо, не устраивает. Я честно скажу, я это предложение не видела. Проект вижу в первый раз. Большое спасибо за презентацию. Это интересно. Как раз-таки вот я и наше подразделение работают с концессиями. Да, можно рассмотреть, можно посмотреть. Единственное, на что нужно обратить внимание в первую очередь, это да, про то, что это объект культурного наследия, определенное налагает обязательства, вот, собственно, и с юридической стороны на данный вид объектов, в том числе и конституционного соглашения, в точке зрения эксплуатации, реконструкции и так далее. Важный вопрос по поводу платежного механизма. Предусмотрена ли в условиях конституционного соглашения, скажем так, поддержка государства в виде платы концидента в отношении всех видов расходов, связанных и с созданием, и с эксплуатацией? Вот как раз это тот камень преткновения, который в Сбербанке, значит, не дает нам возможность выступать как участникам ГЧП. Все рассматривается с точки зрения концессии. Все социальные объекты, где это предусмотрено. У нас не предусмотрено гарантийных платежей, поэтому мы в Сбербанке идем, как обычный заемщик по недвижимости. Но тогда у вас должен быть залог еще какой-то, который покрывать будет эту тему. Конечно. Ну, как проектное финансирование, правильно понимаю, не конституционных соглашений, а именно вот объекта. Просто здесь такой нюанс есть, если я правильно поняла, возможно, я не расслышала. Вот этот объект, который планируется достроить или там воссоздать, реконструировать, он в рамках концессионного соглашения. И он, соответственно, в собственность уходит к конциденту, верно? То есть там его в залог никак не возьмешь. Наверное, это и есть основной камень преткновения. Мы со Сбером договаривались так, что на период строительства и введения в строй второго корпуса, значит, это залоговая схема другого объекта. С введением в строй в залог отдаются доли компании, которая владеет концессионным соглашением. Нет, ну это на самом деле логично. В принципе, если заявка уже есть в Сбербанке, я бы, наверное, посмотрела повнимательнее на проект. Милости просим. Мы уже семьями дружим со всеми поколениями менеджеров Калужского Сбербанка, но пока никуда не двигается. Уже мы не зря собрались, уже Анатолий с Марией уже сейчас познакомятся, и вы тогда ее не выпускайте после окончания и продолжайте ввести. Буду держать за руку. Да, держите за руку. Коллеги, так, в зале есть какие-то вопросы? Сначала мы зал спрашиваем. Зал у нас не очень активный, все еще спят. Но Антон активный. Анатолий, спасибо за презентацию. Скажите, 8 лет окупаемости это для всего проекта? Для всего, не для корпуса. Когда инвестор, который получает 70%, для него какая окупаемость? Получается больше. Такая же. Он же получает 70% доли. Ну и что? То есть вы хотите сказать, что вы получаете одновременно возвраты, то есть вы не готовы там, например, свои 30%, то, что я имею в виду, Антон спрашивает, отвезти на Польшу. Сначала отдать то, что просит инвестор, например, 70%, то есть там за 6 лет, например, да, а потом возвращать свои деньги. Либо вы хотите, чтобы все одновременно окупились? Почему? По сути дела я ищу себе прямого партнера. Это понятно. Но при этом прямой партнер вам рассказать, окей, я готов вложить деньги, но учитывая, что я выкладываю 70%, я хочу, чтобы я был приоритетным получателем возврата денег, а потом уже вы. Это возможно рассматривать. Давайте разговаривать, это, так сказать, preferable акции, почему нет? То есть инвестор получает 70%, за 8 лет возвращает, а потом возвращаете вы свои… Нет, здесь имеется за 8 весь проект. Мы вместе становимся акционерами, мы вместе получаем он 70%, я 30%. Но дальше вопрос торга, кто раньше будет получать каждый год одинаковую сумму, ну, в 70 на 30, или будет получать первое начало 100-100-100, а вы будете начать получать с пятого года. Нет, нет, речь идет о том, чтобы мы равноправные партнеры, только у одного 70, у другого 30, либо наоборот. И вся та прибыль, которая показана на диаграмме, она делится на двоих. Вот за эти 30 вы же не вносите свою часть или вносите? Так я уже внес эти 30. Нет, партнер, вот сейчас нужно построить корпус, нужно вложить в него 140 миллионов. Если вложить 140 миллионов, построить корпус, эти 140 миллионов возвращаются за 8 лет, так? По сути дела, да, так они возвращаются все 200 за 8 лет. А у вас покупаемость по 200, по всему отелю. Конечно, конечно. Спасибо, так, у экспертов есть еще вопросы? Алексей тебя потом спрашивает, ты так сидишь тихонечко. Потом, хорошо. Тогда спасибо большое. Так, подержи, пожалуйста. Просто держи. Да, на аплодисменты, да. Вадим сейчас отвечает за аплодисменты. Я вспоминаю сразу мультик Шрек, там, да, аплодисменты, там, табличку выставляем, чтобы все было. Третий проект, уже упоминалась сегодня, по-моему, эта компания, про другой ипостаси, да. Wellness Park, Калужская область Таруса, представляет Валерий Шукало, управляющий проектом by Wellness Park. Здравствуйте, дорогие коллеги, друзья. Всем хорошего дня, заранее желаю. Итак, мы предлагаем вместе с удачным и успешным инвестором создать вот это, вот здесь. Это новый, по сути, это вторая очередь уже действующего отеля, Wellness Eco Spa Resort. Отель уникален своей плавной такой текучей архитектурой, причем все это кровли, это натуральный газон, полностью эксплуатируемый кровли, и по факту является дополнительной прогулочной зоной по крыше отеля. Для реализации этого проекта необходимо инвестиции порядка 1 миллиарда рублей. При этом наши расчеты, наш опыт и статистика наших продаж позволяют уверенно говорить о том, что возврат инвестиций для инвестора будет в коридоре от 8 до 10 лет. В рамках нового проекта будет реализовано дополнительно 88 номеров разной категории, от стандартов до больших сьютов. Большой ресторан на 460 посадочных мест. Сразу поясню, зачем такой большой ресторан. Сейчас в отеле есть 4 ресторана, которые не справляются со своей загрузкой, ввиду того, что большое количество корпоративных мероприятий, и отель работает на полупансионе, то есть ужин, рестораны максимально загружены. Также комплекс бассейн, именно комплекс, потому что мы хотим устроить некую развлекательную зону бассейнов, но не в формате стандартных банальных аквапарков, а что-то вроде таких итальянских терм, где получают развлечения и наслаждения от воды несколько иначе. И предусмотрено пространство для создания современного центра, вот санаторно-курортного центра. Думаю, не стоит сейчас углубляться и говорить о том, что есть дефицит санаторно-курортных услуг на рынке. К сожалению, часть санаториев отходит, ветшает, и, в общем-то, здесь есть достаточно большая перспектива. Часть проекта уже на данный момент у нас реализована. Мы построили три корпуса апартаментов. Это действительно апартаменты, которые мы продаем в частную собственность. Эти корпуса уже готовы, они эксплуатируются с августа 2020 года. На этапе строительства мы на нулевом цикле. Мы продали сразу 12 апартаментов из 31 юнита, который заложен в эти три корпуса. И с момента реализации продали еще 10 юнитов, причем сразу скажу, цена у нас не дешевая. Стоимость одного квадратного метра на данный момент составляет 300 тысяч рублей за один квадратный метр. И это выгодное инвестиционное предложение. Наши гости нам верят. Основной потребитель этих апартаментов – это наши гости. Мы предлагаем от 8 до 10 процентов годовой доходности. По факту мы сейчас в летний период даем даже чуть больше. Мы даем порядка 13-13,5 процентов годовой доходности. Почему мы так уверены в своем успехе? Почему мы говорим, что проект реализуем и инвестор будет с нами в выгоде? Потому что отель существует больше 9 лет. Наши гости дают достаточно большую оценку нашей работе, качеству наших услуг и сервису. Среднегодовая загрузка 65 процентов. Хочу обратить внимание, в августе 2020 года помимо апартаментов на 31 юнит, мы ввели еще один корпус спорт-отеля на 40 номеров. Отель с 96 номеров вырос до 162. При этом мы удержали среднегодовую загрузку 65 процентов. То есть мы догрузили дополнительную емкость номерного фонда. И кроме оценки на Booking.com, количество наших постоянных гостей – это порядка 30 процентов. То есть треть наших гостей возвращается к нам вновь и вновь. И я не говорю об одном посещении в год в течение 9 лет. Это 3-4 раза в год наши гости к нам приезжают. Помимо этого мы развиваем индивидуальное коттеджное строительство. Вот левая картинка внизу. Это уже реализованный проект. Уникальный коттедж, который надвисает над оврагом. Такая парящая архитектура. Тоже такие плавные формы. И для также частных инвесторов мы предлагаем коттеджи в формате апартаментов приобретения с доходностью до 15 процентов. Помимо материальных и каких-то меркантильных интересов, у Велна есть интерес в развитии культурных проектов. И один из наших проектов – это создание дом-музея достаточно известного Танина Гуэра, художника, сценариста, режиссера, писателя. На территории нашего отеля будет создан дом-музей Танина Гуэра. Вокруг него будут дома друзей Танина. В числе друзей это и Софи Лорен, это и Тодорковский. Ну, соответственно, весь этот проект будет отобрастать какой-то своей инфраструктурой. И мы верим в то, что такой культурный центр будет притягивать дополнительный поток гостей, которые интересуются не только отдыхом, но и каким-то духовным развитием. Наше предложение инвестору. На данный момент в новый проект вложено уже чуть более 250 миллионов. Проект осуществим достаточно быстро, по нашей оценке, это от 24 месяцев. Земля полностью подготовлена к строительству, оформлена собственность, все коммуникации подведены, все необходимые мощности, тепловые, электрические у нас имеются. Спасибо. Спасибо. Да, Вадим отвечает за аплодисменты. Хорошо. Вопросы сначала в зале хочу посмотреть. Может, у кого-то есть вопросы? У меня пока сначала не финансовый вопрос. А, вот, пожалуйста, да, можно туда микрофончик. Прекрасно. Чем больше будет из зала вопросов, тем и меньше работы. Да, можете считать, что вопрос подсадной. Вот, я просто буквально на днях общался с директором агентства развития Калужской области. Он мне рассказал о том, как вы проводили вот именно на этой площадке, важное, я так понимаю, для вас имиджево, да, маяц-мероприятие, клуб инвесторов Калужской области. Там было порядка 300 гостей. Вот, он мне рассказал в двух словах, какие вещи там были. Но я так понимаю, там была гигантская трехдневная программа. Ну, просто, может быть, вы бы рассказали о том, что для маяц-гостей было у вас включено в это мероприятие. Ну, и, соответственно, на что можно будет рассчитывать, когда вы сделаете вторую очередь. Спасибо большое. Мы не договаривались, честное слово. Не-не-не, мы даже вот не знакомы были. Да, действительно, для нас проходило достаточно большое знаковое событие. Клуб инвесторов для предпринимателей Калужской области. Причем наша гордость в том, что оно проходило второй год подряд на нашей территории. Как правило, они стараются искать новые локации, но вот второй раз доверили нам это почетное мероприятие. У нас действительно большие возможности для МАИС. У нас есть большой многофункциональный зал, так называемый Велна Холл, который позволяет достаточно комфортно принимать до 600 человек участников мероприятия. У нас есть небольшие переговорные комнаты от 30, там, 40 человек до 100 человек. Плюс то, что не отряжено в презентации, но, может быть, мы в следующем году об этом похвалимся. Мы осваиваем еще одну территорию. Мы для города Таруса, мы находимся в черте города Таруса. Мы развиваем парк искусств, городской парк искусств, на территории которого будет построено еще одно многофункциональное здание. Также с МАИС возможностями порядка 300-350 квадратных метров, то есть комфортная площадь для 150-200 человек, как раз того зала, которого у нас сейчас нет. Что касается программы, ну, поскольку отель Велна – это не единственный наш актив, мы управляем сейчас одним отелем также в городе Таруса, это отель Риверсайд Бай Велна. У нас свой причал, свои катера, у нас три катера, которые в этом году, вот мы запустили только навигацию такую тестовую. Мы предлагали нашим гостям прогулки на катерах в дом музея Поленова к нашим соседям в Тульскую область. Мы предлагали экскурсии на конный завод «Серб». Это достаточно уникальный завод, более 300 голов Орловских рысаков. Наши друзья и партнеры развивают это направление. Мы надеемся, что когда-нибудь вместе с ними мы построим такую площадку для проведения бегов. Не скажу, что это и подробно. Валерий, ну, чтобы не уходить совсем в рекламу именно отеля, да, у меня вопрос. Вот было два вопроса. Первый, был другой вопрос, но вот после этого появился новый вопрос. У вас три дня, а у вас на территории было до 300 участников-инвесторов. И они все просто вот так уехали, не вложив деньги в ваш отель? На самом деле это немножко другой формат мероприятия. И мы изначально с организаторами договорились о том, что мы не будем нагружать уважаемых коллег, инвесторов какой-то деловой, специфичной информацией, поскольку это было, по сути, мероприятие для отдыха, как раз для того, чтобы они отдохнули. Вот здесь был отель для предпринимателей. Оказывается, мы тоже отель для предпринимателей. Вот, у вас еще новый слоган появится еще. Но это надо договариваться с ребятами уже. Мы так и напишем. Оказывается, мы тоже. Вот, поэтому были частные встречи, был определенный интерес. Во всяком случае, у нас два соглашения о намерениях подписаны по поводу частных инвестиций в наши апартаменты. Поэтому интерес, конечно, есть. Я увидел, что Алексей наконец-то взял микрофон. Да, у меня буквально маленький вопрос. Вы в проекте писали, что ищите инвесторов на довольно-таки большую сумму, там от миллиарда и больше. В итоге у вас минимальная сумма вложений какая? Вы там если апартаментами продаете или корпусами? Можно об этом подробнее рассказать? Мы изначально для себя определили, что мы начнем реализацию этого проекта полноценно. Я не беру сейчас вот те три корпуса, которые были построены. По сути, это такой маленькая толика, вложенная в этот проект. Только после того, когда найдем якорного инвестора, который по нашим расчетам это минимум 70%, то есть порядка 650-700 миллионов, которые готовы будет вложить. Остальное мы готовы либо довложить собственных средств, либо привлекать заемные средства. Спасибо. Евгения, подскажите, пожалуйста, если можно вас отлично. Вот такой вариант продажи, якорный инвестор и какая-то часть остается в продаже отдельных апартаментов, но тоже как инвестиционный проект. Это рабочая модель для загородного отдыха в Москве? Должно работать. Меня в первую очередь заинтересовал вопрос. У вас на одном из слайдов было написано, что вы обеспечиваете гарантированную доходность. Это вопрос, который связан с вашим вопросом, Алексей. Насколько она гарантированная? То есть это просто вы посмотрели на рынок и посмотрели на свой уровень загрузки и АДРа? Или вы готовы инвестору отвечать за недополучение, то есть давать какие-то отчисления компенсационные? Ну, мы, в общем-то, привыкли отвечать за свои слова. Поэтому если мы говорим о том, что это гарантированный доход, то тот доход, который будет подписан в соглашении, мы будем обеспечивать. Будет ли это обеспечено посредством продажи номерного фонда и дополнительных услуг и, по сути, выручкой отеля, либо нам придется какие-то собственные средства довкладывать для того, чтобы выполнить свои обязательства. То есть это настоящий гарантированный доход. А у вас внутри комплекса какая схема управления? То есть у вас ТСН там по структуре, товарищ собственник недвижимости? Или вот как у вас, как вы работаете с множеством собственников, которые купят ваши апартаменты или купили уже, и принимаете решение, вернее, контролируете принятие решения? Ну, учитывая, что это не жилая коммерческая недвижимость, то жилищный кодекс не распространяет свое действие на подобный вид собственности. Соответственно, там собрание собственников ТСН не формируется. Мы с каждым отдельно заключаем договор на то, что… Ну, по сути, это договор аренды. Я не буду сейчас сложными фразами. По сути, мы берем обратно в аренду, листбэк так называемый, обратно в аренду, управляем этой недвижимостью и отдаем ему, этому инвестору тот доход, который у нас прописан в соглашении с ним. И у вас никаких конфликтов интересов не возникает? Я просто с точки зрения прозрачности для частных инвесторов, которые могут вам принести не такие большие, не миллиард, конечно, рублей, но которые будут вашими потенциальными покупателями, я бы вам порекомендовала более прозрачную схему именно доходных программ и взаимоотношений внутри управляющей компании. Потому что так называемая… На нашем опыте мы часто встречаемся, когда появляется очень много собственников. Принять решение о дополнительных тратах очень тяжело. Вы знаете, у нас, наверное, максимально комфортные условия для частного инвестора, потому что мы сразу прописываем в соглашении о том, что все затраты на текущий ремонт, на обслуживание, на оплату коммунальных услуг и так далее принимаем на себя мы. Поэтому, в общем-то, никакой непрозрачности здесь нет. Он понимает, сколько денег он вложил, он понимает, сколько он, по идее, должен получить. Мы предоставляем всю отчетность ежемесячно, поэтому все открыто. Мы знаем каждого нашего инвестора. Имея даже апартаменты у нас в собственности, они приезжают к нам в виде просто гостей. Супер. Спасибо. Это, знаете, получилось так, что они взяли опыт апартаментов, ну не всех, апартаментов, и сделали наоборот. Потому что там… Я понимаю ваш вопрос. Я видел договора с апарт-отелями, где действительно через 6-7 лет нужно докладывать, ну и там много-много чего другого. И через 3 года гарантированный доход превращается в негарантированный доход. И тому подобное. Вадим. У меня вопрос первый. Ну вот прозвучала история, что у нас увеличился объем номерного фонда, но мы смогли… Ну там не было слова «героически», но как-то он под текстом звучал, да, то есть все равно обеспечить загрузку в 65%. Честно, да, то есть по сегодняшнему рынку героизма в этом немного. Ну, нет, а чем вызвано? Ну то есть на мой взгляд она как раз не очень высокая для вот нашей локации, да. С чем это связано? Вы намеренно держите ее такой, да, то есть как бы регулируя это тарифом? Ну то есть это какая-то политика или что? Ну, мы достаточно дорогой, наверное, отель в части стоимости номеров и услуг. И да, мы умышленно не снижаем цены, чтобы искусственно поднять загрузку. Нет, там АДР просто не было, поэтому очень сложно понять, насколько дорогой. Семь с половиной. Ну, это не очень дорогой. Ну, это не очень дорогой. Второй вопрос. Значит, поскольку было, ну, название, да, Уэллна, Эко, отель, Эко, в чем сейчас? Ну, то есть картинки было-стало, да, то есть или существует-будет, да, то есть как бы отличаются как небо и земля. Суть в том, что я вижу, здание в той архитектуре, которые у вас были, вы тоже накроете, собственно, газоном. Ну, как мне показалось. Нет, старую территорию мы трогать не будем. А, ладно. Она уже сложилась, она любима гостями. То есть там будет не Эко, а это будет отдельно Эко. Нет, у нас Эко все. Да, в чем Эко тогда было на старой территории? Потому что, ну, фасады перекликались, по крайней мере, да, то есть в определенных линиях. Я поэтому думаю, неужели вы их будете накрывать еще сверху? Нет. Особенно тех, кто купил апартаменты, они говорят, блин, вот я не хотел, у меня тут грядка теперь, да? Да, конечно, у нас в нашей стране сложно во всем соответствовать вот этой вот приставке Эко, хотя мы очень стараемся. Могу в двух словах рассказать, что мы сделали. Мы сократили потребление воды, ну, простите за подробности, мы регулируем объем воды, который наполняется в сливные бачки унитазов. Мы ввели у себя на территории раздельный сбор мусора. Мы уже сейчас часть отходов отдаем на вторичную переработку. У нас есть два открытых бассейна. Это, опять же, одно из требований и определений, чтобы сократить выбросы водяных паров в атмосферу. Мы закрываем в холодное время года бассейны специальными матами. Да, это мелочь, но так или иначе, ну, наверное, многие знают, да, вот этот стандарт зеленый листок, который, в принципе, наверное, никогда не осуществить, но так или иначе, там есть это требование. Слушай, там нет ничего критичного в зеленом листке, на мой взгляд, да. То есть, когда первый раз под один из тендеров пришлось изучить, ну, я был так удивлен, что у меня все отели на 70% этому соответствуют, даже не считая себя эко, да, то есть, и даже не двигаясь в этом направлении. А иначе он не будет количества в зеленом листке нужных участников, даже понятно. Ну, просто, нет, для меня, как бы, вот, знаете, статус эко, да, то есть, это такая метка, которая говорит уже о чем-то, знаете, прям категорически прям сделанном, да, то есть, таком чем-то большом и значимом в размере, в разрезе именно экологичности. Не приставай, это light, eco light. Ну, могу так сказать, мы стараемся максимально, скажем так, порядка, наверное, 75% продуктов, которые у нас в ресторанах а-ля карт, мы берем с фермерских хозяйств местных локаций. Хорошо, да, Алексей, еще вопрос. Чисто уточнить, а матами бассейны накрываются в холодной рибе, разве не для того, чтобы экономить электричество или газ и не подогревать его? Знаете, ну, здесь все совпало, что называется. Комплексный подход. Ну, можно, наверное, и так. Хорошо, я думаю, что раз, ну, если в зале вопрос, а, вот вопрос в зале, да, можно там микрофончик попросить, коллеги? Кто там за микрофон и отвечает? Вот сюда можно вот микрофончик? Спасибо. Я так понимаю, что если вы готовы вкладывать 30% собственных средств, почему вы не привлекаете банковское просто финансирование? И подавались ли вот на получение кредита с субсидированной процентной ставкой? Вот то, что сейчас как раз происходит? Ну, скажем так, для нас это план B, потому что нам интересно найти партнера, как вот наши коллеги здесь говорили. Да, у нас были предложения по кредитованию проекта, и с одним из банков мы ведем переговоры до сих пор, но так или иначе держим это в запасе. Спасибо. У меня еще был один вопрос, но так уже на завершение, чтобы несколько раз ввести аудиторию. А почему Тонино Гуэра, например, не Людмила Улицкая? Почему вы в Италию-то пошли? Не мы пошли в Италию, Италия пошла к нам. Они вас попросили? Тонино Гуэра был женат на русской, Лора Гуэра, в девичестве Элеонора Яблочкова. Как говорил Тонино Гуэра, по жене я русский. И так случилось, что у Тонино было два любимых места, три любимых места в России. Это Москва, Суздаль и Таруса. Причем Таруса, он как говорил, Таруса я упиваюсь, а Суздалью я любуюсь. Ну вот, поэтому Таруса и мы. Понятно. Еще что-то нет? Просто в руках держишь микрофон, я хотел уточнить еще вопрос какой-то. Нет, нет, там, ты знаешь, у меня был сначала один комментарий, а потом подумал, что нет, давай не будем держать аудиторию. Спасибо тогда большое. Ну, тут сказали про литературу, про Тарусу, да, но как раз логично мы переходим к следующему нашему участнику. Это Пушкинская Болдина, наше все, Нижегородская область, и Алла Морозова, глава местного самоуправления Большеболдинского муниципального района. Добрый день, дорогие эксперты, дорогие коллеги. Если можно, видеоролик. Буквально 30 секунд видеоролика, чтобы составить представление, что же такое маленькое село Большое Болдина, но с большим потенциалом. В двух словах, вы сегодня увидели, что тема Пушкина становится все более актуальной. Скорее всего, это происходит потому, что есть указ президента Российской Федерации о праздновании 225-летия со дня рождения Пушкина в 2024 году. И буквально недавно создан оргкомитет во главе с Мишустином Михаилом Владимировичем. И презентацию, пожалуйста. В этот состав вошел также наш губернатор Никитин Глеб Сергеевич. Ну и, собственно говоря, у нас большие планы к 2024 году, в том числе по развитию туристской инфраструктуры. А можно презентацию? Морозова. Коллеги, презентация. Да. А микрофон работает? Да? Нет? Ближе, да? Вот так. Хорошо. Итак, мы в кластере Пушкинская Россия. На самом деле действительно очень много мест знаменитых, связанных с именем Пушкина. В данном случае Большое Болдина, как говорят наши эксперты, занимает третье место. Родился, умер и лучше создал Болдина. Знаменитая Болдинская осень – это феномен, который известен всему миру. Сегодня тот самый оргкомитет, который недавно был создан, как раз формирует концепцию кластера Пушкинская Россия, которая будет в ближайшее время одним из аналогов кластера Арзама Саров-Дивеева. Большое Болдина. К сожалению, достаточно удаленная территория от Нижнего Новгорода. По одной дороге 220, по другой 250 километров. Но при этом не менее значимая. Поток туристов и экскурсантов до ковида – 120 тысяч человек. А вот 60% – это в основном экскурсанты. На сегодняшний день Болдина знамениты тем, что здесь произошел тот самый феномен Болдинской осени. За пять месяцев было создано 68 произведений. Скажем, что этому не удавалось ни одному поэту и писателю мира. 326 лет болдинские земли принадлежали роду Пушкиных. Заметим, что село Кистенево – это единственное владение самого Александра Сергеевича Пушкина. И село Львовка – имение поэта Пушкина Александра Александровича Пушкина, который тоже там был, проживал. 18 уникальных объектов культурного наследия, из которых две подлинные усадьбы в селе Большой Болдин и во Львовке. И подлинный храм каменный, построенный также родом Пушкиных. Феномен Болдинской осени. 34 стихотворения, 10 повестей, 5 сказок, 4 поэмы, 4 трагедии. Такого, еще раз, не удавалось ни одному поэту и писателю мира. Вот так болдинские земли вдохновили нашего замечательного поэта. Что сегодня у нас на повестке дня? Отель. Отель. Собственно говоря, единственный отель пока. К сожалению, построен был в 99 году. За 20 лет пришел уже в полную негодность. Поэтому наша задача сегодня подготовить его и передать в хорошие руки. Стоит он 46 миллионов рублей по оценке. Это здание, земля и движимое имущество. Пока на данный момент это 100 мест, 50 номеров. Имеется парковка, ресторан до 200 посадочных мест, банкетный зал, бар. Загрузка, конечно, осенние месяцы это максимальная, 100%. Среднегодовая пока недостаточно низкая, но это больше связано с управлением отелем, чем с потенциалом. Какие планы наши? Мы бы хотели видеть этот отель в более высоком сегменте, как минимум 3 звезды. Строительство, возможно, второго корпуса площадка позволяет. Объем инвестиций от 100 миллионов рублей. Ну и более в зависимости от того, какой видит эксперт будущее этого отеля. Загородный отель. Это небольшой филиал отеля 15 километров от Болдина. Тоже сейчас в данный момент находится в продаже до 18-го, 10-го. Два гектара земли. Ну как бы является таким загородным форматом отдыха. Тоже сейчас ищем инвестора. Ну и как бы планы по Болдину это строительство небольших отелей, бутика-отелей, гостевые дома, литературные отели основная тема. Вот мы с коллегами в этом очень похожи. Значит, наши планы по благоустройству. У нас сегодня достаточно большие средства запланированы на благоустройство территории. Ну и вот слева видим, из какого состояния планируем перейти в хороший уровень и формат. В том числе маленькие отели, вот прямо напротив музея-заповедника. Поэтому такие предложения от 800 тысяч рублей дома есть, вместе с земельным участком. Тоже, соответственно, можно развивать. Ну и наши долгосрочные планы, идеи создания рекреационных комплексов в перспективе некого парка сказок. Мечта наша давняя, с 2010 года. Но вот с моим приходом, судя по всему, Глеб Сергеевич решил эту идею все-таки воплотить в жизнь. В числе факторов, которые на сегодняшний день могут учитывать роль для инвестора, это строительство ФОКа. По конституционной схеме со Сбербанком мы отработали уже сегодня проект конституционного соглашения. В ближайшее время будет публичное объявление. Через 60 дней заключается конституционное соглашение. Объем инвестиций 1,2 миллиарда рублей, 3 блока и более 50% по концепции мы планируем, что это будут соревнования. Поэтому отель, который находится и продается сегодня у нас, готовится к продаже, он находится в 50 метрах от этого ФОКа. Соответственно, загрузка как минимум 50% будет обеспечена за счет вот такого большого мощного объекта. Ну и у нас проходит достаточно много фестивалей, которые сегодня требуют качественную инфраструктуру. Один из знаменитых фестивалей «Живое слово» Нина Зверева. Вот видите, у нас Владимир Познер в гостях и много очень известных людей было. Вот и бывает периодически. Вот поэтому планы по загрузке за счет событий у нас тоже достаточно хорошие. В 2024 году запускается трасса М-12, Западная Европа, Западный Китай, где дорога до нас становится 4 с небольшим часа. Съезд будет, два съезда, один в районе Арзамаса, второй в районе Сергача. Поэтому тоже автомобильная доступность хорошая. Есть у нас небольшой аэропорт с возможностью приема пока судов малой авиации. Вот есть предложение для консессионеров по этому объекту. Поэтому тоже готовы предложить, сделать такое инвестиционное предложение. Вот с развитием инфраструктуры. Ранее была достаточно хорошая сетка полетов. Нижний Новгород и Москву. Ну вот коротко так, готовы выслушать предложение. Еще раз говорю, это инвестиционное предложение от территории. То есть это не инвест-проект, который мы заявляем сегодня к самоинвестированию. Поэтому будем признать им за предложение. Вадим, сначала в зал смотрим, а потом как бы сразу у тебя. Если в зале не будет поднятых рук, пока нет, тогда Вадим, прошу. Слушай, это правильно, это тот, который мы смотрели сколько лет, 10 назад? 10 лет назад. Ох, ну прям, да. Вот пришлось в судьбе, так случилось. Да, да, день сурка, да, да, я понимаю. Глеб Сергеевич сказал, что без тебя там это никто не сделает, иди туда работай. Просто к сведению скажи, я бывший директор департамента туризма и народных промыслов региона Нижегородской области. Да, и губернатор решил, чтобы осуществить планы, десантировать меня в это большое Болдино, чтобы начать развитие. Ну вот, двигаемся. Ну вот, для меня, например, да, то есть как бы неочевиден, был вопрос, ну прописанный по логистике, да, он немаловажный. Я сейчас просто там вел в навигаторе, да, то есть как бы вот если мы сейчас отсюда рванем в Болдино, да, он показывает, что 9 часов 30 минут мы будем ехать на машине. Ну вот, мне сразу загрустнулось, и в Болдино заходилось меньше. Вот, но потливый ум, он сразу начинает искать, да, то есть как бы добраться. Ну вот, и тут не вопрос, какая у тебя логистика с Нижним, да, то есть как бы вопрос, что от Саранского всего 110 километров, ну вот, и ехать всего час 20. Ну вот, то есть может быть это тогда должен быть продукт, да, прописанный где-то в логике, да, потому что и тем ребятам мучатся, все равно и мучатся, да, то есть великим музеем Эрси, да, то есть как бы у тебя прекрасная совершенно, ну вот, болдинская история. Ну то есть мне кажется, что здесь надо искать еще какие-то содружества, ну даже в большей степени, даже при том, что это Нижегородская область, ну вот, в котором у тебя, ну, все хорошо, да, то есть как бы ты всех знаешь. А вторая история, которая меня в данном случае смущает, то что реконструкции этому объекту, да, в моем представлении не очень поможешь, ну то есть его в любом случае надо увеличивать. У тебя там есть новый объем строительства, да, и, ну, тоже понятно, ну вот, но может быть в этом пятне, да, то есть как раз имеет смысл сделать его больше для того, чтобы была возможность из этих 50 номеров, да, то есть найти 50 номеров, все-таки на старте найти оператора, потому что я согласен, что загрузка в 25 процентов, она связана не только с сушатанностью этого объекта, но и с тем, что там никто в принципе никогда не слышал слова продажи, да, то есть он как бы, ну вот, что, ну тут люди приезжают, зачем продажи еще, да. Вот, ну и на мой взгляд, сама по себе аналитика, связанная с сезонностью, не сезонностью, да, потому что, ну, бренд Болдинская осень понятен, да, но что с Болдинской весной, с Болдинской зимой, с Болдинским летом, да, то есть вот, вот мне этого не хватило, потому что, ну, не то, чтобы я осень не люблю, да, то есть, но для меня все равно Болдинская осень, это когда, там, не знаю, Пушкин и Филы приезжают на две недели, да, то есть, как бы и наслаждаются тем, чем наслаждаются, но это всего две недели в году, да, с точки зрения событийки, это прекрасно, да, то есть, ну один такой всплеск, ну вот, это даже не Питерский международный экономический форум, мать его, да, извините. Спасибо, маленький комментарий, с точки зрения логистики, соглашусь, да, абсолютно нужно смотреть, ему получается, как бы некий центр между Казани, Чебоксарами, Саранском, да, совершенно верно, да, просто я привела пример, что М12 в 2024 году к юбилею запускается, поток огромный из Москвы и скоростная трасса, которая по времени будет занимать 4,5 часа, скоростная, это платная скоростная трасса будет, два съезда и от съезда нам 40 километров всего, поэтому вот это для нас важный фактор. Второй момент, мы с сентября месяца запустили с РЖД мультимодальный маршрут, сейчас можно зайти в РЖД, купить единый билет, Москва, Сергач, Болдина и, соответственно, обратно, по выходным он уже работает, мы уже принимаем людей. В 23.30 уходит из Москвы, 8.10 пересадка в Сирогаче, в 10.10 в Болдина, ночевка и на следующий день обратно. Нет, Вадим, лучше на машине тогда, да? Это поезд, зато комфортно, вот я сегодня специально ехала, думаю, попробую на себе, великолепно. Ты же понимаешь, да, все время бьешься, да, то есть вот мысль отельера, да, то есть она борется, да, как бы с чудесами логистики, ну вот, если самолет прилетает куда-то в час ночи, это счастье, а если он обратно летит в 7 утра, это двойное счастье, да, потому что хочешь, не хочешь, ему два раза ночевать. Если у тебя поезд через Сергач приходит, потом ты в 10 утра там, ну вот, а вечером есть возможность отъехать так же обратно, ну и все, как бы до свидания, счастья отельера. Есть возможность перевезти на Арзамас, там несколько рейсов и сделать так, чтобы две ночевки было. Вам надо поменять расписание, кажется, РЖД, чтобы все-таки была ночевка. Евгения, вы там поднимали руку, да. Да, у меня такой вопрос, а как администрация готова поддержать инвесторов, то есть есть ли какой-то перечень мероприятий, там, снижение налоговой нагрузки, предоставление каких-то льгот, но не про программу нацтуризма, я сейчас говорю, а именно про локальную поддержку Нижегородской области. В Нижегородской области есть пониженная ставка по налогу на имущество нулевая на время окупаемости проекта, это будет социально значимый проект. Также у нас в регионе есть возмещение части процентной ставки по кредиту, мероподдержки, но и с точки зрения местных, помощь с инфраструктурой. А пониженная ставка по кредиту, это вы гарантируете банку или как вы договаривались? Это возмещается, две трети ставки рефинансирования из областного бюджета. Возмещается ваш бюджет, хорошо. Компенсация за отрат до миллиона рублей, раньше было до 5 миллионов рублей, ну вот на один субъект. А налог на прибыль? Да, есть пониженная ставка по налогу на прибыль, региональным законом предусмотрена. Ну то есть это 13-15, да? Ну не нулевая, как в рамках особых экономических зон. В рамках нашей региональной доли нулевая. А, нулевая. Региональная доля нулевая. Нулевая. Не вся ставка, а та, которая уйдет в регион. В регион, которая уйдет в регион. А, в региональную, понятно. Ну вот на самом деле не хватает истории с поддержкой инвесторов, потому что объекты неоднозначные, я вот с коллегами согласна, что много вопросов, но именно иногда вот мы, когда работаем с инвесторами, всегда обращают внимание на налоги, на кредиты и на инфраструктурную поддержку. Иногда это перевешивает некоторые риски, которые есть в проектах. Просто совет с этой точки зрения тоже проработать эти программы. Спасибо. Спасибо. Мария, пожалуйста. Там работает, вроде бы. Да, я включила, спасибо. Спасибо большое за презентацию. У меня такой вопрос. А вот организационно-правовая модель реализации этих проектов, это там концессия. Просто почему, задаю вопрос, у региона достаточно большой опыт реализации проектов ГЧП и партнерских отношений со СБЕРом в рамках проектов. Это и образовательный центр, который в Нижнем Новгороде, и набережная, и вот ФОК, которые озвучили. Вот есть ли какое-то понимание по модели реализации? С точки зрения отеля, это продажа в частную собственность. Мы не планируем ни концессию, ни аренду, только продажи. 46 миллионов на торги и вперед. Единственное предпочтение нам бы хотелось, конечно, отдать в профессиональные руки, чтобы это был сетевой отель, ну, либо частный с ориентированно, потому что у нас есть уже опыт местного управления, поэтому это не управление, это мучение. С точки зрения ФОКа, у нас консессионное соглашение с правительством Нижегородской области на входе 1 миллиард 200 с процентной ставкой 10, на выходе больше 2. Опыт, вот мы по аэропорту еще хотим тоже предложить Сбербанку поработать на предмет концессии, но это будет уже федеральная концессия, поэтому очень бы были вам благодарны за помощь. У Сбер завтра появится и Сбер туризм, я понял, вчера уже, а скоро, видимо, Сбер авиация, поэтому как раз к ним туда. Так, Алексей, я что-то хотел сказать. Да, у вас там в презентации были еще домики жилые, которые предполагаются тоже, видимо, под какие-то гостевые дома. Они сейчас наверняка оформлены как жилые именно дома, ну а в жилом секторе как-то не очень хорошо вести бизнес. Мы в ближайший месяц вносим поправки в ПЗЗ и генплан с тем, чтобы это сделать из жилой зоны, перевести в зону деловой активности. Ну, это как бы замечательно, соответственно, когда в одном городке есть различные предложения по размещению, в том числе и малые гостиницы, и большие, это, конечно, гораздо более привлекательный фактор, поэтому я вам предлагаю в любом случае на это тоже обращать внимание. Да, мы по этому картинку и дополнили. Спасибо. Это нужен тоже сетевой отель, который готов к маленьким вот таким. Да, тогда Антон, и на этом завершаем. Да, последний вопрос у вас, пожалуйста. Вот у Вадима правильно была вторая часть вопроса по туристическому продукту. Что сейчас, кроме Болдинской осени, есть? И вот период проживания, срок проживания сейчас гостей, он сколько, сколько ночей? Да, и ради чего приезжают в остальное время? Что есть? Первый ответ на вопрос. Есть зимний продукт, у нас прекрасно Новый год проходит, просто малораскрученный. На весну мы проводим несколько фестивалей театральных, пленеров и так далее. И сейчас их больше-больше-больше делаем специально. Лето тоже как бы много уже музейных всяких программ у нас проходит, фестиваль сказок Пушкина и так далее. То есть мы стараемся, чтобы каждый месяц было какое-то мероприятие. Конечно, в идеале там каждые выходные накрутить. С точки зрения международного потока, как только откроют границы, у нас на очереди стоит Китай. Потому что Пушкин для них как бы один из таких знаковых деятелей культуры. Поэтому они независимо от времени готовы приезжать, осенью или не осенью. Поэтому тут тоже цена большую часть играет роль. Мы сейчас сформируем продукт. Мы сделали балл Пушкинской поры, который каждую субботу теперь у нас работает как событие. Пожалуйста, зимой, весной, неважно когда. Стараемся сейчас сделать больше продуктов, которые загружают в любое время. И дано задание подготовить МАЙС продукты, потому что у нас есть там живой Пушкин, который потрясающе читает стихи, очень много чего может. И мы сейчас вот вместе с ним делаем специальную программу МАЙС, чтобы она в любое время могла загружаться. Но проблема в конференц-зале. У нас один маленький конец. Алла, немножечко вас закруглю. Ответьте на вторую часть количество ночевок, которые спросил Антон. И на этом мы завершим. Две-три. Суббота-воскресенье, пятница, суббота-воскресенье, основная загрузка. Антон, все уже потом в кулуарах. Вы делаете упор на событийку, правильно? И на этом весь расчет. Спасибо. Спасибо, Алла, большое. Спасибо. Благодарю вас. У нас еще три проекта. Следующий проект, я прошу, украшаю на сцену Мурада Расула, заместитель руководителя представительства администрации Смоленской области, с проектом ТРК «Смоленское по озерье». Ну и, естественно, Смоленская область. Так уже три раза сказал Смоленское, но мы все уже поняли. Здравствуйте. Спасибо. Да, на самом деле я немножечко буду, наверное, выпадать из того формата, который вы уже слышали сегодня, потому что я буду представлять скорее потенциал развития территории под тельные конкретные проекты, нацеленные в первую очередь на частных инвесторов, на частные инвестиции. Ну, хотел бы начать с того, что из себя представляет туристко-рекреационный кластер «Смоленское по озерье». Это огромная территория с естественной природой, состоящая из более 30 озер ледникового происхождения, десятки видов птиц и животных, в том числе и краснокнижные. Это, естественно, и истоки пути из Варяг в Греки. И к нам едут в первую очередь насладиться природой, пройти экологические маршруты, надышаться свежим воздухом, покормить зубров, понаблюдать за птицами, животными в естественной среде, на специально оборудованных площадках, где можно их пофотографировать, встретить, повторюсь, краснокнижные виды, поплавать на сапах летом, попариться в бане летом и зимой, зимой пройти маршруты на лыжах и так далее, и так далее. То есть в первую очередь это огромная природная территория с уникальным природным животным миром. Но территория Смоленского позерия уникальна не только своей природой, не только богатым животным миром, но и своей транспортной инфраструктурой с транспортной доступностью. Как вы видите, наш национальный парк располагается между двух столиц, Москвой и Минском, на практически пересечении двух федеральных трасс. Несмотря на, казалось бы, такое некое удаление от Москвы, я хочу подробнее остановиться на именно транспортной инфраструктуре для туристов и гостей из московского региона, такого наиболее крупного на российском направлении. Вот на данном слайде вы можете обратить внимание, что туристу из Москвы добраться до территории национального парка обойдется менее 1000 рублей, если он будет планировать это заранее, и по времени это займет не более 5 часов. Как вы видите, курсирует достаточно большое количество поездов скоростных между нашими городами, и совместно с нашим частным сектором мы проработали организацию специального такси от железнодорожного вокзала и автовокзала, который стоит всего лишь 350 рублей, и комфортно, и с велобагажником отправить туристов на территорию национального парка. Поэтому не стоит бояться расстояний, эта территория доступна, и мы очень рассчитываем, что в ближайшее время решится вопрос с открытием границ, в первую очередь даже не связанных с пандемией, а с историями с нашими братьями, союзниками из Республики Беларусь. К сожалению, на текущий момент иностранные граждане не имеют права въезжать в Россию по федеральной трассе, которая связывает, собственно, наш центр нашей страны с Западной Европой. Мы надеемся, что этот вопрос решится, и тогда это отразится в том числе на туристическом потоке на территории национального парка. Как вы видите, по данным за прошлый год, по официальным данным, национальный парк Смоленская Позерия посетила порядка 50 тысяч человек, по неофициальным это число туристов приближалось к 100 тысячам. Почему такая разница? Потому что, к сожалению, на текущий момент нет современного, скажем так, учета, системы учета и контроля туристического потока. Мы совместно с администрацией национального парка над этим тоже сейчас работаем. Что касается существующих объектов туристской инфраструктуры, то если мы говорим о местах размещения, то из современных, отвечающих запросам и требованиям туристов, можно выделить только объект Конный двор. Но, как вы видите, это совсем небольшой объект размещения. Объект размещения, позволяющий разместить порядка 500 человек, то, к сожалению, наследие прошлых лет, требующее, конечно, больших вложений для его осовременивания, скажем так. Что касается активности, я уже упоминал ей кормление зубров, это и проведение спортивных мероприятий, естественно, различные активности, все возможные, которые можно проводить на открытом воздухе, на природе, и определенные событийные мероприятия, которые также привлекают туристов на территорию национального парка. Сейчас я хотел бы перейти к конкретным проектам, которые мы предлагаем развивать на территории туристско-регулированного кластера Смоленской Апазерии, остановиться на, наверное, популярном трендовом направлении создания глэмпинга. Тренд в этом направлении, на мой взгляд, оправдан, потому что мы все сейчас движемся с курсом на природу, на экотуризм, и этот курс с учетом всех современных реалий жизни наиболее верный, на наш взгляд, и территория национального парка позволяет вот этот тренд реализовать в жизнь. Я не буду останавливаться сильно подробно на экономических показателях, чуть позже скажу почему. Но вы здесь можете видеть, что… Чуть позже у вас только 5 минут на все осталось. Да, я уложусь. Поэтому и не буду останавливаться на экономических показателях. Как вы видите, если мы говорим о глэмпинге, то инвестиции в него составят порядка 10 миллионов рублей, окупаемость проекта наступит через 3 года. Здесь представлены подробные показатели и расчеты, которые, кстати, хочу отметить, делались на основе реальных проектов, которые сейчас реализуются на территории национального парка. Второй проект, который мы хотели бы предложить для инвесторов, это база отдыха, это развитие существующей инфраструктуры. Это небольшая инфраструктура, но более объемный проект, в отличие от глэмпинга, объем инвестиций в проекте 37 миллионов рублей, и 6,5 лет периода окупаемости. Ну и, конечно же, какая туристическая территория, какой бы она природной ни была, без объектов общественного питания, кафе, ресторанов. Поэтому на текущий момент на территории нету современных качественных объектов. Поэтому это направление самое быстро окупаемое и самое менее капиталоемкое. 5 миллионов рублей для реализации проекта общественного питания и 2 года периода окупаемости. Почему не стал останавливаться на экономических показателях проектов? Потому что для компаний, зарегистрированных на территории нашего региона, реализующих проекты, в том числе в туристическом направлении, мы готовим бесплатно бизнес-планы. Поэтому вы можете приехать к нам в регион, если вам понравилась территория, вы увидели общие статистические показатели ее, но при этом вам надо понимать экономику, то мы сделаем это для вас бесплатно, подготовим бизнес-план, проведем пиар-компанию, поможем со всеми сертификатами и разрешениями и, конечно же, бесплатно также вас включим в наши обучающие программы. Евгения, слайд для вас специально. Уже видите, он успел подготовиться, не успел задать вопрос, уже там слайд. Что касается других мер государственной поддержки, то наш региональный фонд поддержки предпринимательства предоставляет льготные займы. Мы также активно сотрудничаем с Ростуризмом. За прошлый год порядка 8 компаний у нас, 8 компаний у нас получили гранты от Ростуризма. Мы активно им в этом помогали. Ну и, наверное, в завершении хотел бы ответить уже на, предвкушая, скажем так, вопрос, связанный с проблемами реализации проектов на особо охраняемых природных территориях. Не буду лукавить. Эта проблема до сих пор актуальна, в том числе для нас. Но я думаю, что не только для нас, но и для всех других ООПТ на территории России. На текущий момент 100% решения этого вопроса у нас нет. Мы стараемся совместно с коллегами из других регионов, из бизнес-среды найти решение. Повторюсь, сейчас этого решения нет, но с учетом вектора развития страны и государственной политики на развитие внутреннего туризма, экотуризма, мы уверены, что это решение рано или поздно найдется. Поэтому, заходя к нам на площадку с инвест-проектами сейчас, вы сможете стать первыми, кто уже будет иметь платформу для дальнейшего развития, когда такие решения найдутся. Сейчас, к сожалению, мы вынуждены на что-то где-то закрывать глаза или искать какие-то гибкие решения, чтобы компании могли начинать приступать к реализации проектов. Спасибо за внимание. Всегда рады вас видеть в Смоленской области. Спасибо. Вопросы в зале есть какие-нибудь? Так, сначала, ну я вижу, тут тишина у аудитории даже здесь, у экспертов. Есть. А, вот, спасибо, да. Спасибо, Вадим. Мурат, такой вопрос. У вас же там огромное количество исторических памятников, потрясающие усадьбы вот в этих парках. Почему вы про них ничего не говорите? Вы правильно заметили, но вы говорите скорее в целом о территории Смоленской области. Мы, я, моя презентация была все-таки узко направлена на территорию национального парка Смоленская Фазерия, где именно культурно-историческое наследие представлено в первую очередь где-то истоками пути из Варяг в реки и определенными, скажем так, объектами из такого языческого периода, наверное, нашу. То есть именно на территории национального парка немножечко абстрагировано от усадеб и иных объектов, которых вы справедливо упоминаете. Просто у вас либо еще одна презентация будет по культурному наследию, либо вы считаете, что языческие там традиции привлекут к вам больше туристов, включая иностранных, чем то же самое наследие, которое у вас есть. Просто для меня это, честно, странно. Ну да, коллега правильно говорит, потому что на самом деле мы же смотрим, вот вы посмотрели ту территорию, которую вам ограничили. Но я как турист из той же Москвы еду на машине. Я не попадаю каким-то образом через портал в ваш парк, еду через что-то. Если вы мне даете всю программу, и зачем ехать, вот как я ездил в Вологодскую область, я ехал по многим точкам из Питера, там, начиная от Ленинградской области, заканчивая уже там в сторону Тотьмы. Это важно, то есть это нужно показывать, потому что вы таким образом показываете поток туристов в Смоленскую область, да, и уже для инвестора будет более-менее понятно, что чем я еще могу, кого я перехвачу. Те, кто приехали в усадьбу, и у них там нет нормального размещения, я могу потащить сюда, и заодно им добавить там рафтинга, и что-то еще там, и рыбалки. Но это вот тоже важный момент, на самом деле. Согласен, учтем это при дальнейшем развитии. Ну, просто исходя из увиденного, да, из услышанного и цифры, что вот сейчас официально 50 тысяч, да, то есть мы понимаем, что где-то 100, я бы скорее сделал вывод, что у вас внутрирегиональный, да, то есть немножечко межрегиональный поток. То есть я бы не говорил о том, что это трафик из Москвы. 100 процентов, да. 80 процентов это внутрирегиональный поток. Абсолютно. Ну вот, а с точки зрения внутреннего регионального потока цифра-то неплохая. Ну вот, я бы предположил, что вот здесь локальный абсолютно инвестор с точки зрения того же самого глэмпинга, да, то есть он маячит в гораздо большей степени и с гораздо большей долей вероятности, чем кто бы то ни был, откуда бы то ни был из другой части Российской Федерации. Это первое. Вот. Вторая история, что поскольку очевидно совершенно, что проблема с ООПТ, да, то есть как бы двигаются в сторону разрешения, но пока, ну, как бы еще, мягко говоря, не дореализованы, я бы как раз, наверное, и считал, что вот эта вот первая фаза, она как бы самая логичная, да, то есть двигать глэмпинг с кем-то из местных предпринимателей с совершенно понятной прозрачной экономикой. Вы добавляете им условно, да, то есть там грантовые поддержки от региона, да, то есть как бы вот ту льготную процентную ставку, да, то есть как бы там заемный вариант, да, то есть и аккумулируете там какую-нибудь сумму там, в сумме там, не знаю, 10 миллионов рублей. Я думаю, на 10 можно там прям шикарный глэмпинг, да, забыл обасять. Ну, ну, как бы для, по крайней мере, этой локации. Ну, вот так, экономный вариант, говорят эксперты. Ну, эксперты, я хуже, хуже в этом разбираюсь немного. Вот, и мне кажется, что это для старта была бы хорошая история. Ну, и что меня смутило, знаете, когда сказали, что есть там качественное, одно более-менее, но маленькое средство размещения, конный двор. Мне бы в жизни никогда не пришло в голову, да, то есть как бы поехать куда-то и размещаться бы на конном дворе. Ну, это же не конь. Ну, то есть в данном случае, да, если это конный двор с той точки зрения, что там есть какое-то количество лошадей и какая-то активность, да, то есть, ну, пусть будет, да, но, по крайней мере, средство размещения как-то по-другому назовите. Я согласен, но это частная площадка, и, кстати, пользуется очень большой популярностью. Ну, отключите ему что-нибудь, электричество. Ну, коней у них больше, чем ты думаешь, оказалось. Там идет отсылка к лошадям Пржевальского. Это место знаменито, в том числе, вот данная пара. Лошадь Пржевальского, поэтому тут вопрос, зачем я поеду на конный двор? Ну, честно скажу, место пользуются. Большой популярностью. Я согласен, слушайте, но я абсолютно уверен, что это ваш внутрирегиональный поток. Конечно. Который понимает, что такое смоленская позерия, понимает и едет, и классно, что оно едет. У нас вообще в стране как бы тема внутреннего, да, то есть как бы внутрирегионального и межрегионального туризма. Вот когда ты едешь, там, 100 километров, ну, для европейской части, да, то есть как бы и 400, 500 для Сибири. Ну, вот, а это вообще никто не считает практически. Это вроде и не поток. Нет, я имею в виду, что именно про конный двор, что это как раз-таки место притяжения туристов из Москвы, потому что это достаточно дорогое место. И как раз-таки внутрирегиональный поток останавливается от санатории Пржевальского, о котором я упоминал, и либо просто одним днем посещает. Ну, просто в общих цифрах это будут слезы. Остановись немножечко, да. Вадим очень сейчас как-то возбудился. Наконец-то ты возбудился со словами конь. Уже хорошо, да, уже как бы начали работать. Да, Мурат, спасибо большое. У нас осталось два проекта. Перемещаем, да, спасибо. Вадим, ты не отработал, надо было первым. Перемещаемся с запада нашей страны на восток нашей страны. И приглашаю сюда Александра Кондрашина, директора агентства привлечения инвестиций Якутии. Гостиничный комплекс категории 4 звезды на 89 номеров. И гордо написано под управлением международного оператора в списке, да. Тоже хотим тогда услышать это. Сейчас у нас, наверное, даже появится презентация. Но мне хотелось бы прежде всего рассказать, наверное, даже, может быть, не столько о проекте, а о той команде и о том кластере, который мы построили. Естественно, я начну с проекта. Мы приняли обратную связь наших экспертов и покажем все цифры, касающиеся… А Дмитрий Климов, это не я. Александр Кондрашин. Да, 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 пожалуйста. Дело в том, что мы сделали у себя довольно большой рывок в развитии туризма всего за полтора года. И тот проект, о котором я сейчас буду рассказывать, является, можно так сказать, последней, знаете, как вот финальной частичкой в пазле, который находится в самом его центре. А вокруг него мы все собрали. Можно сказать, что начиная с уголков. Такой, я думаю, аналогии можно придерживаться. Так, я могу, наверное, даже переключать теперь, да, слайды? Куда-то нужно… Наверх. А? Все наверх. Куда нажимать? Вот на это. Ага. Так. Да, поехали. Значит, Якутия, как упомянул наш модератор, находится на Востоке, на Дальнем Востоке. Мы являемся лидирующим регионом Дальнего Востока по многим параметрам. Прежде всего, с точки зрения уровня и темпов развития своей экономики. Мы находимся по объему ВРП на первом месте, при том, что нас всего 960 тысяч. То есть регион малонаселенный, но при этом диспропорционально колоссальную роль играет в экономике и Дальнего Востока, и нашей страны в целом. Наш ВРП превысил 1,3 триллиона уже. У нас в основном горнорудная, горнодобывающая экономика. И усилия по развитию туризма направлены именно на диверсификацию экономики региона. И куда-то нужно нажимать. Большую? Вот. Значит, турпоток у нас. Вот, собственно, слайд, которым господин Васин нас буквально накануне попросил, чтобы мы конкретно обозначили, что будет, где мы находимся, SIS и где мы будем. Мы сейчас загружены чуть больше, чем на 50%, но это при том, что у нас де-факто ни одного четырехзвездочного объекта в регионе пока нет. У нас турпоток рос по 10-15% в год до 2019 года, провалился на время ковида и уже восстановился и превзошел уровень 2019 года. Всего суммарный номерной фонд у нас 2820, но четырехзвездочного фонда у нас пока нет. Мы структурировали несколько инвестпроектов, которые позволят нам создать, соответственно, 180 номеров в ключевом объекте в самом центре города. Четырехзвездочный объект космоса у нас будет. 120 номеров объект к юго-западу от Якутска на Ленских столбах. В целом мы построили у себя круглогодичное туристическое направление, на котором мы считаем, что сможем принимать порядка полумиллиона человек в год. И все основные инвестпроекты на этой оси уже структурировали. Четырехзвездочный отель 180, проект модернизации международного терминала аэропорта, горнолыжный комплекс, этнографический комплекс. Это проекты наших региональных предпринимателей. И первый объект круглогодичного размещения с видом на Ленские столбы уже открыт. То есть мы всего за полтора года построили эту гипотезу, что можно сделать круглогодичный туризм на Ленских столбах. И уже де-факто ее доказали, уже можно, деньги вложены, и проекты структурированы. И сейчас уже можно прилететь в Якутию, в том числе бизнесом, и отдохнуть с видом на Ленские столбы. Мы продаем прежде всего свою основную достопримечательность. В этой мозаике нам пока не хватает центральной детальки. Это в самом центре города Якутска у нас есть земельный участок. И на его территории, на нем, возможно, реализация проекта гостиницы. Мы уже разработали с участием международного оператора компании Аккор проект четырехзвездочного отеля на 89 номеров. Его инициатором выступает наш региональный банк, дочерняя структура нашего банка, компания Аэбкапитал. Проект, рассчитанный с компанией Аккор, стоит порядка 1,2 миллиарда. И на нем должно быть у нас семь этажей, площадь участка полторы тысячи квадратов. Он подразумевается с привлечением либо стратегического инвестора, либо заемного финансирования. Но мы, конечно, бы хотели сейчас этот проект пересмотреть с учетом всех тех вводных, которые у нас появились новые. То, что у нас пришел стратегический инвестор и делает новый объект на 180 номеров в городе. И мы думаем, что лучше всего будет этот объект пересмотреть нам и, наверное, усилить его апартаментами, сделать в нем более высокий уровень возвратности и предусмотреть, конечно, для инвестора возможность раннего выхода equity first. Поэтому мы будем рады у себя в гостях увидеть в ближайшее время. Вот я получил, например, фоксограмму приглашения на понедельник совещания с участием Вадима в городе Якутске. Мы в целом всегда открыты к работе с… Деньги везешь сразу? Деньги везешь? Небольшой чемоданчик. Ну как раз там же не так много. Там нужно-то всего-то 30 процентов, да, даже меньше. Ну что ты сразу палишь? Ну вот, мы в целом к работе со всеми потенциальными партнерами, находящимися в аудитории, всегда открыты. И, например, я бы сказал, пользуясь возможностью, то, что у нас есть представители центра государственно-частного партнерства Сбербанка. Мы с Анной Богинской встречались, скажем, на неделе ГЧП. ГЧП – это в Якутии очень сильная сторона. Мы номер два в России в сфере ГЧП. В том числе, например, мы структурирули первое в России соглашение в сфере детского отдыха. Это находится вот здесь объект прямо рядом с Якутском, вот там сверху, да, первый зелененький справа. Это северная мозаика, это центр детского отдыха. Мы сейчас структурировали проект ледового дворца, катка, и планируем его делать как раз вместе со Сбербанком. Нам интересен опыт того фока, который вы делаете в Нижнем Новгороде. Ну и в целом в своей, как бы, следующей волне развития туристического кластера мы хотели бы усилить, прежде всего, свой город, усилить юг своего города, юг Якутска. У нас сейчас ведется разработка мастер-плана города. И с точки зрения развития туризма нам бы хотелось доделать вот этот проект четверку в центре города раз, да, и на юге города сделать новые точки притяжения. У нас строятся два проекта комплексной застройки. На территории одного из них у нас будет размещаться термальный комплекс того же инвестора, что будет делать у нас имиджевый объект напротив столбов компании GreenFlow Александра Николаевича Триртычного. И там будет у нас как раз вот ледовый дворец. Сейчас комплектуется новый проект комплексной застройки, и инвестор, девелопер открыт к тому, чтобы там разместить новые проекты и туристические, возможно, да, какого-то досуга для жителей нового района в зоне его тяготения. В том числе социальной инфраструктуры по механизму ГЧП. То есть он прямо открыт к инициативе, он до 15 октября, он мне ждет предложения, и с участием, в том числе вашим, да, с участием как раз Сбербанка, мы планируем для него такие предложения подготовить. Так что давайте будем открыты, давайте говорить, конечно, прежде всего об этом проекте. С одной стороны, с другой стороны, мы в своем опыте точно понимаем, что нужно строить, конечно, кластер. И изолированные проекты всегда слабее, чем те проекты, которые опираются на кластер, потому что внутри кластера гостям всегда есть где провести время, помимо самого объекта. У меня все. Спасибо большое. У меня вопрос сразу же, пользуясь тем, что у меня микрофон. Вот вы говорите о 30% того, что вам необходимо, ну, примерно даже меньше, которое вам нужно привлечь. С корпорацией Туризм РФ не обсуждали этот тем? Да, безусловно, оба проекта четырехзвездочных у нас рассчитывают на как раз участие акционерной компании Туризм РФ, но это прерогатива инвесторов в данном случае. И плюс, конечно, в программе компенсации, в программе субсидирования процентной ставки, они финансируются в банке, да, и эта компенсация пойдет в банк. То есть, например, в проекте Космоса, который будет делаться со Сбером, компенсацию процентной ставки будет получать в данном случае банк. Ну и, конечно, для нас, как для Дальнего Востока, всегда есть универсальный, один из самых сильных, наверное, самый сильный льготный режим. Это территория опережающего развития, который мы используем для всех своих крупных объектов размещения. То есть 180 номеров, 120 номеров, они все у нас будут резидентами ТОР с расширением ТОР, и этот объект тоже. И первые пять лет в нем действует обнуление налога на прибыль, налога на имущество, и следующие пять лет они идут по половине своей ставки. Спасибо, Евгений. А вот вы как бы Якутию изучали, какие у вас перспективы, если изучали развитие именно туристического потока в Якутии, ближайшие там 5, 7, 10 лет, какого-то там лет? Мы все изучали. Нет, я не сомневаюсь. От Снеферополя до острова Русский. Ну, конечно, мне как раз недавно Филипп Бон рассказывал о проекте и о ваших планах по изменению концепции. Мне очень такой сразу интересный вопрос. С точки зрения спроса на новые туристические продукты, вы как-то проводили аналитику? То есть не просто данные статистики, официальные данные КСР, а какие-то рыночные исследования, полевые исследования. Что-то у вас есть такая актуальная информация? Я скажу, наверное, 4 вещи. Во-первых, мы участвовали в прошлом году в национальном конкурсе экотуризма. Разработали концепцию именно туркластера Лена на 150 страниц. Потрясающий альбом с архитектурной концепцией, анализом турпотока. Во-вторых, внутри этой заявки у нас сидит анализ больших данных компании МТС. То есть мы точно знаем, сколько людей ездит в Якутию, какие это профили дохода, кто именно ездит на Столбы. Эта информация у нас есть для дальнейшего углубленного изучения. Например, кстати, вот из контруинтутивного я должен сказать, что зимой, например, турпоток на Ленские Столбы выше, чем летом. Это довольно неожиданная, интересная история. И она действительно позволяет сделать сбалансированную загрузку, потому что наш внутренний, прежде всего, турпоток и сопредельных регионов зимой как раз ездит на Ленские Столбы. Им удобнее ехать не по реке, а по, как раз, по сути, по трассе по Зимнику, в которой превращается река Лена зимой. Это во-вторых. В-третьих, значит, в этом проекте, в конкретно в этом проекте, есть также маркетинговое исследование компании Night Frank. Ну и в-четвертых, по турпродуктам Ирина Сергеевна Высоких, министр туризма Республики Саха-Якутия, за мной сейчас внимательно присматривает. Она в этом году стала уже, получается, со своими проектами финалистом конкурса ОСИ по разработке турпродуктов, продюсеров впечатлений, вот этой всей истории. И один из этих турпродуктов как раз он опирается на туркластер Лена. То есть мы как раз вот сейчас вот эту задачу решаем. Мы поняли, что сделать выходные на столбах уже реально, мы уже это сделали. Сейчас мы делаем неделю в Якутии и две недели в Якутии, потому что это позволяет нам делать, конечно, более комплексный турпродукт. И Ирина Сергеевна, я думаю, может быть, сейчас, может быть, на полях расскажет более подробно. Я думаю, да, на полях. Ирина Сергеевна, можете поставить галочку, от зубов отскакивает, все хорошо. Плюсик можете поставить ему, да? Отлично. Чуть позже, да, да. Да, Ирина Сергеевна поставила уже галочку, когда вчера от меня узнала, что я лечу в Якутию, а она не в курсе, да, то есть она… Тогда это не галочка уже, другая галочка, минусная. Пока занесла руку, да. На самом деле я просто хотела вас похвалить, потому что большие молодцы регионы, которые занимаются развитием своего турпродукта. Вот этого нам очень не хватает по всей России. Все думают, вот привлечем сейчас инвестиции, будет все классно. А на самом деле посыл, чтобы наоборот администрация, власть развивала турпродукт каждой области и вот поддерживала инвесторов, и тогда будет все классно. Спасибо. Да, мы вот именно такую философию проповедуем, что регион должен сделать все и инвестору предлагать уже место внутри готового сценария, внутри готовой концепции, что у нас должен быть и мастер-план, и аксонометрия, и оценка турпотока, и визуальные решения, чтобы было всегда от чего отталкиваться. Инвестору оставалось прежде всего как бы вписаться в уже проработанную… Просто принести деньги. Уже в готовую работу, да. И получить их обратно. Завершаем тогда эту тему. Спасибо большое. Можно маленький комментарий? Комментарий давай. На самом деле в том, что посчитали, да, то есть как бы зимний поток больше, да, то есть как бы вообще ничего удивительного… Именно он стал… Да, да. Для меня нет ничего удивительного. По двум причинам, да, то есть как бы первое, что Якутия как продукт, ну и ранее, да, то есть очень часто продавала зиму, это раз. Ну вот второе, если зимник, да, то есть как бы ровный и комфортный, ну вот, а летника, ну такого комфорта пока нету, да, то есть… У нас осталось 20 километров, мы их доделываем в ближайший год-два, да. Да, 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 но как бы тем, кто делает продукт на территории, да, то есть сказать, что 20 километров передайте туристам, да, то есть 20 километров будут доделаны, да, то есть они сразу делают выводы. Надо продавать зиму, потому что там дорога ровная, вот и все. Спасибо, коллеги, я просто вас, видите, уже тороплю под конец. Да, спасибо большое. Зима – это наша сильная сторона. Да, Александр, спасибо. Спасибо, коллеги. Оставляйте инструменты все мне. Второй тоже оставляйте, это тоже давайте. Спасибо. Так, ну и у нас завершение как раз. Ну тут, конечно, достаточно высокую планку доклада дала Якутия. Надеюсь, что Липецкая область у нас тоже не подкачает, да. Климов Дмитрий, замысел глава администрации городского округа города Елец. Здание гостиницы «Интурист Елец». Ну «Интурист» когда-то звучал очень сильно, я имею в виду, «Интурист» вообще в целом по России. Большая вот эта вперед, да. Добрый день, коллеги. Так, включите, пожалуйста, презентацию последнюю нашу по времени, но не по, естественно, по значимости. Дмитрий Климов, «Интурист» Юлец. А он еще пока, я не вижу, здесь он включился у нас. Включайте. Следующий час. Аж я не понял, что вы говорите. Может, микрофон сказать? А, кнопочку надо просто нажать, да? Понял. Нажмите вот эту кнопочку, большую. А, все, уже появилось теперь, да. Вот теперь есть. Спасибо. Еще раз приветствую всех. Добрый день. Возвращаемся. На микрофон держать. В западную часть нашей страны. Я представляю Липецкую область. Концепция нашего инвестпредложения не настолько масштабна, как у предыдущих ораторов. Но, однако, хотелось бы начать с чего? Где находится Липецкая область и город Елец в частности? Мы находимся в центральном Черноземье. На карте представлена удаленность от основных центров. От Москвы мы располагаемся примерно в 400 километров. То есть это примерно 4-3,5 часа езды по трассе М4. Объект, о котором я сейчас хочу поговорить, это действующая гостиница на территории города, которая располагается на прямом съезде с федеральной трассы М4. Вот на карте она города красным квадратиком обведена. Это на данный момент единственная гостиница, которая располагает номерным фондом в количестве 136 номеров и единовременно готова разместить более 200 человек. Город сам по себе внесен в ЮНЕСКО в список городов с архитектурным наследием. У нас в городе насчитывается более 332 объектов таких. Это, как правило, XIX век, начало XX века. На данном слайде представлена схема размещения гостиницы относительно основных объектов туристического показа и объектов туристической инфраструктуры. Все находится, как вы видите, по расстояниям в шаговой доступности. Что из себя представляет на сегодня комплекс здания гостиницы «Интурист Елец»? В настоящий момент это девятиэтажный комплекс, это номерной фонд. Вот эта пристройка Г-образная, красным на схеме она выделена. Это действующий ресторан, он находится в частной собственности. Один из, скажем так, пользующихся популярностью на территории города. Также в здании располагается на праве аренды на муниципальной площади стоматологическая поликлиника. Мы говорим о том, что действующий арендатор, «Интурист Елец» на данный момент не справляется со своей экономической деятельностью. На данный момент у него низкая загрузка вот этих всех девяти этажей. И в ближайшее время мы планируем завершить с ним действующий договор аренды и предлагаем инвесторам для оценки и рассмотрения 6600 квадратных метров площади. В настоящий момент гостиница действующая представляет из себя пять этажей класса «Три звезды». То есть это гостиницы стандартного размещения, с нормальным ремонтом, которые пользуются определенным спросом, там определенный туристический поток сложился. И четыре этажа, в которых не произведен ремонт, как вы видите на фотографии. То есть это, как у нас глава города смеется, говорит, кому хочется вернуться в СССР, это, говорит, вот прям дорога туда, обязательно. Одну секундочку, пожалуйста. Коллеги, там у динамика, а можно чуть побольше, погромче сделать микрофон, если это возможно? А то у нас соседний зал заглушает совсем. Ну или давайте их заглушим, правда. Выключите микрофоны, а у нас будет нормально. Есть? Спасибо. В настоящее время объект полностью эксплуатируется, инженерная инфраструктура обеспечена, никаких дополнительных инвестиций и работ здесь не требуется. Здесь мы представили показатели действующей гостиницы. То есть видно, что те самые пресловутые пять этажей с ремонтом, это как раз и есть тот номерной фонд, который находится в обороте гостиницы. В пик до пандемийного периода загрузка гостиницы была порядка 40%. Если мы говорим о том, что происходит сейчас, в 2020 год мы, естественно, упали. В этом году, с учетом того, что мы не вышли на тот уровень событийных мероприятий в городе, то, что в области продолжают действовать противоковидные мероприятия, уровень загрузки также еще пока невысок. Основной контингент посетителей гостиницы – это, как правило, командированные специалисты, студенты, у нас в городе работает федеральный университет классический, естественно, туристы и транзитные гости. Что касается матрицы свот-анализа, то хотелось бы отметить следующее, что у гостиницы сложилась определенная репутация, это известный объект. С точки зрения визуального вида, я уже показывал на фотографии, это доминанта в центральной части города, то есть она визуально просматривается со многих сторон. И я думаю, что концепцию, которую мы готовы предложить в разрезе инвестирования, она будет звучать следующим образом. Мы предлагаем оставить пять этажей действующей гостиницы, именно как номерной фонд, создать определенный ребрендинг, улучшить качество предоставляемых услуг и таким образом увеличить долю присутствия на рынке гостиниц в городе Ельце. Остальные четыре этажа номерного фонда мы предлагаем перепрофилировать, например, под офисную или коммерческую какую-то недвижимость и таким образом получать дополнительный доход. Оценка примерно срока окупаемости представлена на слайде. То есть мы где-то планируем с таким образом выйти на 7-8 лет окупаемости. Что касается арендных площадей, тут вот есть один небольшой момент. В качестве якорного арендатора рассматривается такая возможность, что в настоящий момент администрация города расположена, как видно на этом слайде, в шести различных зданиях, разные удаленности друг от друга. Мы рассматриваем такую перспективу, чтобы централизовать размещение всех подразделений администрации города и как вариант размещения планируется гостиница Интурист Ельц. Как раз вот эти вот прислалутые четыре этажа. То есть здесь можно потенциально о чем-то разговаривать, на каких условиях, как, на какой срок и так далее мы готовы эту историю обсуждать. Что касается конкурентной среды, как я уже говорил, в настоящее время в городе нет гостиниц с большим количеством номеров, более 120 крупных гостиниц. У нас, как правило, сейчас тренд на развитие гостиниц небольших, с номерным фондом порядка 10-20 номеров. Они в настоящее время и составляют основную конкуренцию для гостиницы Интурист Елец. Что касается динамики туристского и экскурсионного потока, то здесь, в принципе, на слайде представлена динамика. То есть где-то мы сейчас в настоящий момент рассчитываем на 55-60 тысяч экскурсантов. То есть это те, кто остаются с ночевкой в Елец. Это порядка сутки, вернее, ночи или две проживания. Но, однако, мы еще имеем 200 тысяч, почти 250 тысяч экскурсантов, которые приезжают в город. Дмитрий, последняя минуточка у вас пошла. Хорошо, заканчиваю. Которых можно потенциально также оставить в городе и разместить. То есть для этого администрации города, администрации области прорабатывается концепция фестивалей событийных, каких-то мероприятий на территории города на постоянной основе. В городе проходят более 10 событийных мероприятий. Про архитектуру я уже говорил. Все это представлено на слайде. Ну и в заключение еще хотелось бы сказать, здесь была такая фраза про счастье отельера, про транзитных пассажиров. Вот город Елец, как я уже говорил, располагается на федеральной трассе М4. Вот у нас в летний период проходит транзит как раз людей, едущих своим транспортом в сторону юга. Ну и, соответственно, обратно. То есть вот, в принципе, по нашим подсчетам, мы находимся где-то на середине пути между Санкт-Петербургом и Черноморским побережьем. И вот как раз, когда мы общались с нашими гостильерами, они говорили о том, что в летний период часть гостей транзитных, вот тех, это как раз те люди, которые едут из Питера и отдыхают вот в городе. Вот здесь, как бы с точки зрения там какого-то маркетинга, каких-то продаж, можно как бы на эту категорию также каким-то образом рассчитывать и ее брать в расчет с точки зрения экономики этой деятельности. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну вот как бы Вадим в самом начале, при первом выступлении вспомнил о роли экспертов в развитии проекта. Я в конце, мы остальные пропустили, сейчас я в завершении тоже скажу, да, что появился слайд, наконец-то тот, который мы вытаскивали долго из вас, да, после слова Славов, потому что вот это вот важный момент гарантированного дохода от аренды государственных учреждений не было в первой презентации. Мы это случайно узнали, когда стали копаться. А где же вы деньги-то возьмете? И вот тут сказали, но мы вот планируем переехать. Так это на первый слайд нужно сразу было ставить, как бы и так далее. Еще один момент, который, вот вы дали загрузку отеля, который ваш, который вы собираетесь продавать. Понятно, что она такая, что инвестор даже смотреть дальше не будет, учитывая 25%, которые могут быть, даже пускай 30, в конце концов будет. Но вы нигде не дали загрузки в целом по городу. Вот у вас есть количество каких-то маленьких отелей, там, да, не такой большой номерной фонд. Если там загрузка, например, 50%, а у вас 20%, тогда есть перспектива развития. А если везде 20%, тогда у инвестора трудно будет объяснить, почему появятся новые клиенты. Замечание учел на словах. Загрузка наших мини-отелей, вот в настоящий момент, вот прям буквально на прошлой неделе встречался с коллегой, пытался разместиться. Один, вот я ему там в качестве места размещения предложил как раз один из мини-отелей. Все мини-отели забронированы до середины октября. Только после середины октября появляются свободные там одноместные номера. То есть вот сезон, вот этот летний период, когда мы проводим все основные свои там туристические мероприятия, мини-отели, они загружены там 80-90%. Ну, то есть вам уже есть возможность отобрать как излишки, так и просто от них немножечко отобрать, если будет поэтому адекватный номерной фонд вашей гостиницы. Да, то есть вот о чем мы говорили. Вот та загрузка там в 40% пике, да, или там 20% там по году, 25, да. То есть если мы вот эти вот верхние этажи не используем и отсекаем, то есть это вот, грубо говоря, умножаем на 2, и где-то получается там 50-60% загрузки, то есть действующей. Плюс ко всему, я говорю, если есть возможность провести какой-то ребрендинг, рекламу, маркетинг, то мы можем увеличить долю присутствия на вот этом рынке и потеснить вот те же самые пресловутые мини-отели. Спасибо. Коллеги на сцене у кого-то есть? Комментарии, вопросы? Нет. В зале? Что еще раз? Вернуть какой талант? А, контакты ваши верните. Вас уже, видите, желающие уже есть с вами работать. А можно снова презентацию включить, последнюю? А, вот она есть, да, все, спасибо. Вот, оставьте здесь, да, фотографируйте. Так вот ваш живой человек, чего вам контакты? Хватайте его и договаривайтесь. Коллеги, спасибо большое. Несмотря на то, что мы чуть позже начали, практически уложились. Спасибо за достаточно таки дисциплинированные выступления. Да, Вадим опять выпустил. Спасибо, Вадим. Аплодисменты. Что я хотел, наверное, подвести, какие-то краткие итоги. Да, понятно, не задача у нас, но это бонус, да, если кто-то вот сейчас подойдет к нашему выступающему и скажет, я готов обсуждать какие-то вопросы финансирования или инвестирования, или партнерства. Но наша задача была отрепетировать, вот на нашем первом таком, да, питчинг-сессии такой первой, отрепетировать возможности правильной презентации проектов. В принципе, все плюс-минус там как бы справились со своими временными фактами. Ну, хочу сказать, что наши старшие товарищи международной компании хорошо знают, да, что такое презентация. Это первые там, значит, вот когда вы начинаете говорить, первые слова ваши не слышат, потому что кто-то еще шевелится, садится на стул, достает очки, телефон и так далее. Потом через там 20-30-40 секунд у вас внимание должно быть на сцену, на зрителей, вы должны сказать, ну, вернее, на выступающего. И выступающий должен дать ключевые вещи, о которых он будет говорить в том или ином виде. Потом он что-то еще рассказывает, его слушают, смотрят картинки, потом падает, значит, интерес, люди начинают шевелиться, там кому-то там что-то написали. И дальше нужно сказать, я в завершении своей презентации, то все, о, сейчас закончат, все хорошо, опять внимание, значит, на сцену, и вы снова повторяете ключевые моменты, чего вы хотите добиться от тех, кому вы это рассказываете. В принципе, у большинства так или иначе это было, но вот это нужно обязательно в голове помнить, это вот то, что нас всегда учили еще в банке, как нужно делать презентацию. Но и по времени, когда я говорю, осталось 3 минуты, 2 или полторы, не ускорять сурово, и говорить, ну, сейчас я, ну, вот это... А просто понять, что вот это я тогда уже отсек, а это буду рассказывать, да, и поэтому красоты, информации, на самом деле, вот тоже мы хорошо говорили, когда с Болдина, вы молодцы, да, вы правильно, но сокращенно рассказали наше все про Пушкина. Потому что вначале, когда мы слушали ваше первое выступление, мы поняли, что мы никогда не доберемся до... Зачем мы вообще... То есть экскурсия была прекрасная, все было интересно, Мы не понимали, что мы случались, было уже хорошо. Спасибо большое. То есть мы не зря все-таки, коллеги, поработали все вместе. Спасибо вам, которые присоединились к нам в таком ключевом моменте. Ну, сразу как-то поймали и стали говорить. Ну, тем более Сбербанк вообще готов уже всех кредитовать, судя по всему, я уже понял. Коллеги, у кого-то из вас что-то есть еще сказать, прокомментировать? Нет? Спасибо большое, коллеги. Спасибо всем. До встречи. Спасибо.